итак всем привет дорогие друзья это видео о котором я по ходу по ходу это видео буду подробнее рассказывать но вкратце последнее время на стримах очень много каких-то вопросов и странных не очень волнующих важных и не очень и они очень часто повторяются вот поэтому было принято волевое решение записать что-то вроде подкаста по вашим вопросам чтобы когда приходит новый человек или человек который просто пропускает какой-то вопрос который некоторые люди под 10 раз уже задавали и слышали по 10 раз ответ он бы всегда мог найти ответ в этом видео надеюсь все-таки большинство вопросов мы ответим так ну и не долго думая поедем вот буквально день набирались вопросы может быть тот не успел конечно задать но в целом я думаю если что еще это запишем вот итак в общем начинаем по очереди сразу же очень интересный вопрос сколько ты зарабатываешь вопрос наверное один из самых личных потому что я не рассказываю толком про семью и про какие-то свои финансовые вопросы потому что мне кажется ну каждый человек не любит этот вопрос можно сказать кому-то близкому другу типа братан там я поднимаю там столько-то или столько-то или пожаловаться на пример там я поднимаю столько вот но мне не хочется поднимать эту тему во-первых как бы само по себе это довольно лично во-вторых грубо говоря если я буду сейчас говорить сколько там забаним за один платить за другой потому что там разные цены ней тоже могут некоторые проблемы микроскопические нюансы и в общем в целом скажу что 2017 год был просто нереальным прорывом в плане то есть мы жили два года с настей в челябинске и первый год я помню у меня вот было 500 подписчиков там 700 это было максимум да и я был супер доволен я был супер доволен когда мне на армии было 360 там 500 я как бы примерно 1500 долларов в месяц максимум это было с донатами то есть так было 1000 долларов где-то и я был супер доволен этим был супер доволен я платил за квартиру 20000 мне оставалось тысяч 50 что для челябинска очень даже неплохая зарплата вот и я в целом был не думал не думал что мне что-то нужно сверху да и сейчас я человек который не особо много денег тратит единственное что я трачу на еду как могли догадаться ну и связи с тем что средства начали позволять мы решили переехать в петербург пожить петербурге то есть я трачу на еду и на жизнь петербурге все у меня даже телефон пятый на котором уже не идут никакие игры тот же фортнайт папка вышли они только 6 с в общем деньги не сильно меняют мою жизнь зарабатывая сейчас достаточно и в 2017 году было очень много моментов которые конечно позволили вот приехать в петербург также много поддерживающих людей меня тот же ван дам джи рефрешинг огромнейшее всем спасибо тем кто смотрит тем кто поддерживает или просто иногда заходит в гости в общем короче съехал я с темы ну напрямую конечно же не скажу и вряд ли человек вообще рассчитывал получить ответ на этот вопрос почему переехал в питер они в москву типа цены более-менее одинаковые но цены не совсем одинаковые потому что все-таки в петербурге неплохую двушку как мы нашли можно снять за тридцатку мы соответственно примерно за тридцатку и снимаем вот в москве двушку в которой будет одна большая комната в которой я смогу сидеть комфортно у меня будет место для green screen например шлем в р я сейчас хочу купить и ходить по комнате и вторая комната в которой будет кровать и плюс место для насти но я не знаю но мне кажется подороже будет как минимум тысяч на 10 вот и спрашивается зачем платить больше зачем я переехал в питер для того чтобы быть поближе к москве и мне питер было интересно посмотреть на что очень из озерска много людей уезжала в питер и в целом культурная столица северная россия хотелось посмотреть питер попробовать пожить тут ну что мне москва я очень много раз был москве не особо нравится антка серая суматошная такая все люди серые туда все спешат на работу из метро в метро и никогда вот не думал о том что хочу жить в москве но из-за того что очень часто там стримфест стрим хат и еще стрим хата дред хата из-за того что часто приходится ездить москву я хотел думал ну куда-то перебраться надо и вот выбор пал на петербург решили просто попробовать пожить петербурге все-таки в челябинске очень тяжело там опять какая-то короче экологическая катастрофа около озера просто ничего особенного поближе к москве большой город много доставку вкусной еды вот покушал ли я покушал покушал настя родная сестра или сводная это и другое одновременно когда плюс хата не знаю ребята понятия не имею честно сказать хочется конечно же в своей квартире и но многие переоценивают прям стримерство что стример зарабатывает просто в считанные секунды миллионы пока пока коплю коплю на квартиру у всех на глазах всегда говорю что вот этот стрим это очевидно рекламный баннер это еще что-то стараюсь накопить на квартиру если я накоплю ближайший год-два это будет но это фан просто фантастический результат будет я вообще даже не рассчитывал ребят рассчитывал ли я накопить на квартиру когда вот у меня 22 тысячи оплатил в челябинске за хату и мне оставалось 40 тысяч на жить все как можно накопить сколько лет нужно копить вот с таким достатком последний год и до этого год то есть последние два года но прошло именно прошло очень сильно бустану появились спонсор такие как папа джонс и в целом просто цену всех повысились потому что очень много новых стримеров очень много людей на стримах и с в целом просто растет эта сфера растет очень сильно по всем параметрам чтобы понимали мне платили г-2 около сколько мы там девять месяцев по моему контракт с ними был платили 300 долларов когда первый раз с ними договорился они такие 300 до фитку думать с ума сойти это 18 тысяч рублей то есть я смогу платить за квартиру практически вот этих денег я очень был рад доволен через полгода я выпил с них плюс 50 долларов и и и в целом нас не отвлекай пожалуйста вот плюс 50 долларов и целом это мне показалось неплохим результатом но уже через год то есть такая сумма за баннер кажется уже каким-то странными вещами потому что сейчас тот же папа джонс предлагает гораздо больше хотя баннер более мне кажется такой лояльный потому что все таки еда которую я сам люблю и всегда говорю на стримах о еде так что дай бог можно будет уже совершенно избавиться полностью от каких-то таких немного сомнительных тем много сомнительных спонсоров может быть если понимаете о чем рекламировать еду к и все какой-нибудь я бы хотел к рекламе к и все спрайд хотя некоторые люди даже не писали что зашквар fast food не знаю может быть в общем очень 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 такие долгие у меня ответы на первые вопросы в общем плюс хата пока непонятно когда ребята как только так сразу я на стримах делюсь всем просто я делюсь всем кроме каких-то совсем личных вещей повторяешь за папичем возможно не понимаешь когда купишь себе новую футболку и шорты вот это кстати вот прошлом вопросом типа когда объяснял что особо деньги трачу даже себе футболку не покупаю новую понимаете у меня есть много на самом футболок какие-то старые какие-то новые относительно вот но из-за того что стремительно набрал вес какой-то момент некоторые стали мне маловато я так думаю а сейчас сейчас пару килограммчиков минус и надену вот эту как футболочку и будет нормально сколько воды пьешь в день явно не допиваю явно не допиваю надо поставить я хочу купить себе кувшин поставить и каждое утро наполнять его водой и каждый день пытаться его выпить это ну я вообще думаю так должен каждый человек делать потому что это важно быть здоровым это важно пить много воды это очень важно жопа чтобы срать ну срать сидеть иногда зарабатывать почему забросил пупка чем фортнайт лучше пупка капакипо на самом деле вопрос капакипо в конце имеет но это наверное один из основных вопросов из-за которого вообще было решено записать это видео потому что постоянно люди спрашивают сейчас я минут пять десять буду все разбирать по полочкам чтобы на стримах потом это не повторять кто это слышит уже в 10 раз может перемотать итак дорогие друзья давайте я вот начну с армой потому что про арму наверняка будет такой вопрос тоже я всей душой любил арму и даже знаете в глубине души до сих пор люблю ее и расскажу почему многие армисты наверняка со мной согласятся которые battle royale играли в свое время арма была для меня открытием в начале она была открытием с модом дэйзи дэйзи модом с знаменитым мега хайповым который я человек который играл только в покер я него что не играл играл в дотку иногда с друзьями играл в покер и все и когда открыл для себя дэйзи мне очень понравилось ягодка туда затащил мы первый день когда с ним играли бегали наверно полчаса по пустой карте ну карта естественно была не пустая но мы никого не видели лутались там лутались там убегали от зомби нашли я нашел я помню акм максим что-то тоже золотал и мы увидели человека над старым собором там были вышки такие в лесу если кто знает чуть чуть северной там была гора над старым собором потом пологость и вверх в лес и там вот вышка была я прям как сейчас помню мы подбегаем или максим там человек и в мой раз легли он нам по нам стреляют пули свистят я раз его убиваю и прям такой кайф потому что было тяжело попасть люди которые играли в арму они понимают о чем я в армии как бы чувствуешь напряжение в каждом моменте понимаете ты ползешь по кусту и ты боишься умереть потому что ты умрешь и весь лут пропадет час вот этот бегание с максимом он он исчезнет его не будет если так максим не выжить я не побегу за трупом и мы по мухам не найдем его и вот но не буду долго продать и потому что тут все-таки вопрос другой был в общем потом вышел соответственно battle royal мод что для меня в чем-то такой укороченный дэйзи мод то есть примерно то же самое ты тоже ищешь лут на карте на большой довольно большой карте ты тоже выживаешь в этом хардкор щеки но тебя круг вынуждает встречать других игроков и всех вас в конечном итоге сталкивает и это мне тоже очень понравилось по раз максиму ваням играли кто помнит давным-давно и так вот что я хотел сказать про арм вот эти все ощущения в армии понимаете ты в армии мог полчаса ползти свистели пули ты ты чувствовал всей душой эту игру ты понимал ты будто в сам на реальной войне по свокопе ножки жалко было умирать но так хотелось победить ты умирал но тебе хотелось победить потому что победа приносила невероятное состояние эйфории ты первые вот кто выигрывал первые разы у тебя дрожат руки иногда ты начинаешь по и потеть ладошки может быть тот сам вообще дрожал если ты побеждал ты просто был в лютом кафе потому что это было сделать сложно это процесс игры был очень волнительным и все в совокупе давала очень 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 приятное ощущение естественно иногда неприятно когда те убивают там как-то нелепо но вот эта борьба она была всегда и несмотря на это несмотря на это пока в армии не было ладера не было статистики и не было наград то есть и званий когда человек новичок у него там было звание в армии новичок он получал немного рейтинга у него название повышалось до следующего и в конце был мастер в конце сезона трех или четырех месяцев были финалы в армии соответственно топ 200 игроков топ 200 игроков приходили в конце этого сезона и играли между собой то есть лучшие игроки играли между собой и тот кто побеждал получал звание гранд мастера на сезон гранд мастер единственное такое на всем сервере и там какие-то призы для меня там были какие-то видеокарты но для меня это вообще был неважно вот звание гранд мастер это круто и вот до того как вели этот ладер мы не не дадут старые зрители соврать выигрывали один раз в месяц то есть интерес к армии был но один раз в месяц выиграли там побегали потупили там не сильно старались поиграли другие игры потом вели ладер и все я в день мог там три-четыре-пять игр выиграть причем в армии это это не в пуге не фортнайте там было это сделать но действительно сложно и так вот что я могу сказать вот это состояние когда игра она просто клевая она проходит если нет подпитки в виде вот этого мотивации ты типа ты о в клевую игру еще можешь ранг повышать еще можете звание получать это супер круто и в армии от появился мы играли но вопрос не о том почему я бросил арму а почему я бросил пуг так вот в пуге этого нету до сих пор в арму было невозможно в один момент играть и его бросил мы сейчас не об этом и под перешел в пуг потому что пуг наиболее приближенная к армии игра да не такая да я думаю многие согласятся кто играл в арму что нету там так вот этих ощущений понимаете нету этой дрожи в руках ты ползешь она как бы для кого-то осталась для меня нет потому что я этого не чувствую для меня она гораздо проще и вот это ползание в кустах не доставает такого удовольствия то есть ты не можешь играть на победку мотивации нету ладера вот этого нету нету званий нету финалов нету награждений нету ничего есть просто список игроков просто список игроков я на стрим приводил пример что во дворе люди играют допустим футбол и один из них записывает голы о я типа гол сегодня забил я лучший игрок во дворе все а есть как бы лиги футбольные да в которых люди играют и действительно вот чемпион россии чемпион европы чемпион мира и они там играют и стремятся как бы именно побеждать ради того чтобы выйти в следующую лигу я не знаю стать более известным футбольном комьюнити вот а пупка сейчас это дворовый футбол просто где все люди у нее есть список игроков вот этот больше выиграет меньше а чё толку никого толку нету вообще никакого толку нету у людей в сквадах у кибер котлет в сквадах по 80 процентов винрейт я даже видел 90 молодого там было в один 90 процентов винрейт о чем это говорит молодое невероятно круто они играют сквадом да но это говорит о том что они очень редко встречают сильных соперников слишком редко должен быть жесткий как подбор игроков по скилу так и какой какой-то система рейтинга наград хотя бы наград даже даже хрен с ним с подбором который в целом есть сейчас но очень сырой хотя бы система наград просто пусть первый человек допустим в конце сезона уже обновляет рейтинг бегает со званием каким-нибудь ну там гранд мастер топ 200 человек будет бегать мастера и ты на твич будешь захотеть смотри у них гранд мастер бегать 3x гранд мастер например world of warcraft там были гладиаторы потом с названием гладиатор то есть гладиатор я не помню там то ли 0 5 процентов то ли 0 1 процент и есть топ-1 гладиатор там с ником это ачивка на всю жизнь ты идешь и у чувака ачивка он топ-1 гладиатор сука и ты такой ё-моё это ты сразу показать скилла ты ему жмешь руку короче целуешь коленку ты знаешь что это крутой чувак публики такого нету и в один момент мотивации играть просто типа ну просто падать на школу без мотивации победы падать на школу потому что ну хочется помеситься а чё если ты упадешь не на школу а в приморск например ты добежишь до конца игры встретив ну три человека 4 может быть 5 может быть 10 до может быть 10 человек убьешь будет неплохая катка но один раз ты так добежал но второй раз ну вот пропадает у тебя дрожь в руках у тебя пропадает сухость в горле потные ладошки больше не потные и ну типа и ты думаешь на нахера это делаю я хочу но я хочу так хорошо я хочу поиграть получить фан от игры но таких потных игр когда-то по полчаса бегаешь никого не встречаешь фана нету потому что смысла нету а падая постоянно в школу но вы сами знаете как там бывает то есть киберкатлеты бывают с высоченным уровнем игры горят от этого и просто устают но что делать киберкатлеты большинстве своем они тренируются они ради этого все как бы играют понимаете я не думаю что точнее я не думаю я знаю что многие из них тоже очень часто говорят что за говно-то эта игра ну играю дальше вот я как свободный агент мне предлагали конечно как-то больше играть пук так скажем но я считаю что все-таки в итоге правильное решение выбрал вот и соответственно в пук стало слишком тяжело играть стримы для меня как для меня то есть зрителей на них все равно было больше чем и на фортнайт чем на многих игр у меня сейчас я вам покажу статистику 5 тысяч средних зрителей на пуге в итоге за все время вот фортнайт сейчас даже близко до пятерки не допрыгивает даже просто некоторые писали что я ушел типа за хайпом ну или за деньгами или еще зачем ну неважно соответственно мотивация играть мало с одной стороны я бы хотел чтобы был рейтинг чтобы я потел чтобы я выиграл чат прям тоже понимаете эта атмосфера вот это затяжного боя какого-то и в итоге победы она в чат же тоже передается в армии я помню тоже люди я я чувствовал что они тоже смотрят и думаю что сейчас произойдет и там пули свистят там темно например бывало обожал ночное время суток в армии пули свистят там всем он кс в чат о победил его и было круто пуге такого нету просто просто не окей сразу же я предсказываю следующий вопрос почему тогда фортнайт фортнайте же типа тоже нет такого объясняю фортнайте катка идет от начала до конца двадцать минут фортнайт это не для меня это вообще другая игра то есть для меня фортнайт стоит в ряду с слезы спарс файнал фэнтези с ведьмаком ведь это просто другая игра но она онлайн новая это единственное что моё мнение объединяет с пугом в ней я не стремлюсь победить я не стремлюсь получить вот этих чувств я просто получаю фан от новой для себя игры в которой я начинаю разбираясь делать какие-то клёвые штуки как мне кажется то есть я там раз прыгнула кого-то с ракетницы на ракетнице меня запустила андрей кого-то убил с разворота убил 2 прыгнул на гранать хочет чисто фан лютый трэш и вакханалия все это не игра жанр battle royal в ней нету рейтинга в ней не нужен я считаю рейтинг потому что это другая игра абсолютно это то же самое что сравнивать какой-нибудь кс гоу там компетитив да где вы там на глобале потеете с какой-нибудь фановой стрелялкой с которой вы зашли с друзьями просто поржать короче пострелять с ракет бфг или еще чего-нибудь то есть это разные вещи да там они хайпанули на том что это типа тоже battle royal так далее но для меня это все-таки нечто другое я надеюсь многие люди это поймут сейчас и со временем это самый был главный вопрос это самая продолжительный самый продолжительный ответ я думаю будет вот надеюсь все разъяснил постарался максимально ребят надеюсь все разъяснил никакой продажи то есть тоже старые зрители и я никогда не вру на стримах если игра если игра купила стримера ну этот стример даст это понять но я точно дам ребята то есть я открыто говорил fortnite предлагали поиграть еще давно еще в прошлом году я отказывался потом в пупке играл игра играл произошла стагнация как считаю перестали выходить какие-то патчи перестали то есть когда играешь в пуп поначалу вот это все вот проходит в стадии постоянно патчи ты играешь играешь думаешь ну все скоро запилит рейтинг скоро что-нибудь допили там новая карта посмотрел новую карту и потом все уже ну все уже уже сколько патчи не выходит нормальных там с эмоцией выходит здорово класс эмоции ну в общем плюс эмоции в игре минус в жизни в общем надеюсь надеюсь вы меня поняли окей какие стриминговые планы на остаток года ну вообще fortnite меня немного сбил может быть с какого-то пути но в целом стриминговые планы играть в новинки как и всегда делал какие мне интересны год of war поиграть last of us может быть еще что вы аут отличная игра была но уже прошла найти для себя игру в которой хочется играть пока фортнайт ну просто хочется я стриме шесть дней в неделю и допустим на этой неделе было два стрима по финалке из пяти дней то есть сейчас он суббота будет воскресенье да еще два дня и из четырех дней два было по финалке я пробую финалки мне нравится да она не очень нравится зрителям но мне нравится я возможно и пройду посмотрим на планы на год как всегда играть примерно все время в одну игру параллельно разбавляя играя в другую игру которая мне нравится то есть допустим после финалки я захочу попробовать вот я обещаю все артурки что марио попробую на свече подключи его буду пробовать играть после него попробую щекать соло игру потом выйдет новая игра интересная будем пробовать в нее играть то есть конкретно планов никаких нету есть из глобальных ивентов стрим хата в мае или летом е3 возможно с илью опять покомментим все пока никаких планов нету я шесть дней в неделю дальше 3 когда фортнайт да очень очень часто когда можно будет снова смотреть свои стримы сдохнет фортнайт человек мне всегда хочет чтобы человек написал что он смотрит то есть зарубежные стримеры бывают такие как саммит например год годами играл саммит в кс голда потом просто взял запросил полностью к сго играл в хизи я не думаю что у него были примерно такие посты знаете что ему там типа пишут вот так когда твоя игра сдохнет и ты вернешься в мою игру он просто забивает и играет в свою игру вот я в то же время я говорю что у меня вот план такой я провожу сабни регулярно довольно последнее время на утренних стримов подрубая финалку если не финалка не сабни не фортнайт не устраивает ну мне на данный момент предложить нечего я провожу стримы я доношу до сведения людей когда что будет если человеку ничего не нравится я ничего не могу с этим сделать если нравится финалка ты приходишь на финалку и смотришь запись если нравится сабдейты приходишь на сабдейли смотришь запись я и так стрим 6 дней в неделю понимаете то есть как бы у меня много я сейчас покажу кстати еще сейчас давайте я сразу же открою этот картиночку очень интересную по поводу кстати фортнайт и по поводу всего чтобы дать ответ на некоторые вопросы сразу же одну секундочку вот хотел показать картинку всех игр на моем стриме то есть кто говорит что я стриме только фортнайт 50 процентов за все время ну там видите армы мало то есть соответственно какая-то какие-то супер старые стримы удалились 50 процентов всех моих стримов это другие игры понимаете другие игры 50 процентов 30 процентов был папка естественно там было много турниров ну все прекрасно понимают с чем связано и и и соответственно вы тут видите проценты по количеству именно времени проведенных в играх и собственно список всех игр самых популярных если вот по зрителям по средним и допустим самых не популярных то есть тут все можно посмотреть так вот я хочу сказать что дорогие друзья вы вольны всегда выбирать что вам нравится посмотреть что лучше посмотреть я тоже бывает я вот захожу к геройщикам на стримы мне мне хочется смотреть джебус кросс я вот сейчас то об этом рассказываю в пример ставлю но он стримит не джебус кросс допустим хайлайта я смотрю я ему касается донатил такой поддержал его типа спасибо за джебус все и уж и как бы смотрю джебус он завтра не стримит джебус я захожу поздоровался и ушел и это нормальное поведение зрителя то есть ну мне вот это не нравится ну и чё ну типа он захотел поиграть на что и что теперь вот и как бы ладно бы у меня чуваки тут было 70 процентов фортнайт или еще что-то я стараюсь и соб не проводить чтобы выбирать хорошие игры вот на соб не понравилась финалка мы начали финалку играть и прей недавно добили и не буду говорить по поводу статистики там кого-то прейли финалки и так далее просто относитесь стримом так вот ты вот тебе нравится стример ты хочешь его поддержать ты поддержал не хочешь подержать ты вопрос смотришь сегодня и россия не нравится но ты не заходишь ты идешь посмотреть что-то другое завтра пришел поздороваться дороге еще сегодня тоже не будет нет все ушел и в конце концов ты приходишь допустим вот мы ведьмака например стримили ведьмак сколько там 130 часов было ли сколько короче хрен знает сколько это же многие люди там старые подписчики тоже там ведро помню недоволен был за сраной рпг типа когда там уже будешь в арму или пупка играть но он он в основном все дела ну типа просто либо ну ждал ли молчал и это как бы я считаю что правильное поведение потому что есть стример нету как бы человека который по определенной схеме стримит какие-то конкретные игры в по нужному алгоритму есть я стример мне хочется пройти финалку сегодня завтра мне хочется поиграть в пупка послезавтра хочу кастомки сделать после после завтра хочется сабдей и я вот стараюсь как бы разнообразить и в то же время играть в то что нравится понимаете то есть иногда хочется вообще просто в одну по игру играть и не вылазить из него потом раз хочется разбавить ведьмак метро было супер классная потом предложили pray но премии не так сильно зашел на прошел вот в то же время слезы спайр мне очень хорошо зашел ну к сожалению во время переезда был и но я в нем без стрима основном поиграл то есть я не знаю я не знаю как вот просто отвечать на такие вопросы и просто чуваки это понимаете вот в этом всегда плюс стримить одну игру таких вопросов нету а потому что любую игру я запущу любую игру запущу вот сейчас я поставлю финалку три дня подряд все будут писать когда сдохнет эта финалка понимаете и так с любой игрой поэтому я призываю к разуму людей люди опомнитесь остановитесь ребята так можно писать про каждую игру просто приходите когда вам по кайфу и все вот тут я ничего не могу сказать где ярцев не знаю коллектор его еще ищет привет стримить смысл стримлю причем смысл жизни умереть счастливым есть уже четкая позиция относительно вр шлема да все таки там кто-то кидал видос что новый вр шлем он для профессиональных каких-то там людей а не для игроков стримеров пользователей таких слабеньких так что скорее всего скоро куплю именно старую версию htc вайф какой кефир порекомендуешь к сожалению в петербурге только ну вообще всегда два с половиной процента пью он мне по вкусу больше всего нравится но пока веселого молочника только успел попить ничего не попробующим что посоветствуешь тем студентам которые не нашли себя в жизни или хотят стримить вести канал как хобби или нечто большее но ты сам ответил надо вести канал как хобби вот и все то есть я не планировал никогда быть стримером я не планировал зарабатывать какие-то деньги на стримах я играл в покер и параллельно подрубал каточку типа играл общался с людьми мне это нравилось и потом это вылилось на что-то больше и так должен человек относиться ко всем таким рискованным вещам друг мой допустим вот пример часто тоже рассказывал играл в покер ну просто играл работал на заводе в два часа ночи стартовал сессию в покерец в шесть часов утра заканчивал шел на завод возвращался ложился спать в час ночь вставал и пока он не стал на покере хорошо зарабатывать а это было 10 лет назад сейчас ребят не иссутись покера он как бы не бросал завод пока у него не был баланс огромный он ходил на завод ради 2 ради пятнашки рублей имея на счету там я не помню уже тысяч сто и зарабатывать в месяц больше он все еще ходил на завод и к чему это я говорю нельзя бросать свои какие-то важные важные там учебу работу ради какого-то призрачного шанса стать мега популярной звездой какой-то занимайтесь этим как хобби тебе нравится стремить окей без проблем чувак приходи с работы в допустим 6 вечера пришел с работы похавал там отдохнул запустил стремится четыре часа поиграл в игру пообщался с людьми пусть у тебя 5 человек пусть у тебя 10 ты мне пишешь здорово пацаны там типа он тебе как поработал все пообщались и посмотрите что получится посмотрите подумайте поваритесь в этом может быть вам разонравится может быть через какое-то время вы скажете типа блин я просто лучшим хочу стать начинаете потеть но нельзя бросать работу и учебу чуваки нельзя не тратите никогда каких-то баснословных денег на оборудование еще что-то просто начните от души вот просто от души без цели заработать от души просто попробовать если получится здорово не получилось вы ничего не теряете вот это мое отношение и моя как бы философия и по поводу не нашли себя в жизни или хотят стримить но по поводу не нашлишь себя в жизни начни чем-то заниматься я занимался спортом свое время мне нравилось там крутить сальтухи очень много людей на самом деле вот знаете везде можно устроиться вот везде главное заниматься с душой с любовью и трайхардить в любом деле у меня столько примеров я занимался сальтухами какими-то у меня знакомые начали ездить типа их спонсировать начал редбул и так далее ездили на халяву я им завидовал думаю нифига себе в испанию поехали а я в то время в покере неплохо уже поднимала я думаю я вот что-то не могу себе поехать позволить в испанию съездить а чувака возит везде он как бы потеет да может быть он один на сотню но именно вы можете стать таким если будете нормально въебывать понимаете прям конкретно так что если сидишь дома и ничего не делаешь совершенно после учебы или работы но как тебе найти себя жизнь я не знаю начни хотя бы книги читать может там что-то понравится если по поводу стримов я сказал в общем мое мнение какие на твоей памяти лучшие корпоративные игры ну human fall flat из последних мы проходили с максимом настей было супер фаново gta одна из лучших кооп игр онлайновых left for dead самая наверно такая для меня самая вообще вот просто одна из самых крутых игр то есть я не предполагал что может просто left for dead стать такой интересной компетитив онлайн игрой она же там турниры проводились и как бы с друзьями просто много народно собирать 4 на 4 не всегда ты можешь набрать людей проиграть вот это очень веселая гта а прохождение хумана fall flat очень очень весело типа ну если рожи свои натянуть обязательно с ильей вай аут мы играли тоже вай аут для прохождения супер игра так ответьте пожалуйста на этот вопрос как часто вы занимаетесь пока еще не был секс когда наконец придет смена ника на правильные сека при встрече с путиным что-то ему скажешь при встрече с путиным знаете если бы я один на один где-то встретился с ним понятное дело что если у меня была с ним встреча это скорее всего много нару там охранники и так далее стоят что там спросишь ни хрена у него не спросишь а если бы у меня была возможность серьезный вопрос какой-то задать и я бы наверное задал тот вопрос на который потребовался очень длинный ответ я думаю многие многие хотят что-то такое спросить у него чтоб черт возьми происходит на стране что происходит вы просто не знаете об этом или может быть вы как бы знаете об этом вот политику кто-то блин сразу политику в комментариях ба почему-то ушел из побога сказал почему фартнайт сказал перехов питер весеный молочник на данный момент сестра двоюродная и это что в моей сумочке сумочке у меня только тапочки кроссовки шорты с футболкой это единственная сумочка и у них такое на стримхате был хороший вопрос коричневые ли трусы после пердежа слушайте я не знаю я вообще не знал что есть такие люди у которых постоянно после пердежа что-то с трусами у меня кажется вам стоит обратиться к врачу потому что ласк сказал у меня постоянно типа ядка чего блин чё блин жопа мой блин может это ладно не ладно не будем вдаваться подробностей чем ты можешь выделить себя по сравнению с другими стримами плюсы и минусы не люблю такие вопросы потому что я сам всегда стараюсь и у меня очень много косяков и я не хочу с кем-то себя сравнивать у меня есть свое естественно мнение какое-то но я не хочу себя ни с кем сравнивать публично я могу с насти например поговорить и посказать че за херня че это чувак такой ноутбасик там типа я смотри как я ну вот ну естественно публично я такое горит не буду каждый сам для себя может это решить и выделить будут ли стримы по сталкеру зпс божи я пусечка как вы в плане секса горячий 90 килограммов стример путин красавчик мои бабушки и дедушка горят мне что большой красавчик когда сделаешь подка сделай к нему пометки с таймингом ага когда герчи с друг духа ребят надо друг духе спрашивать но он пока не в настроении то есть я звал его звал он особо не это я все равно бы спрашиваю почему ты ушел спуга хорошо я тебя забаню придешь на степи скастюмера за мишки нет куда делся гудок общаясь с ним гудок работает тоже надо как бы гудок человек взрослый тоже работает зарабатывает деньги копит на квартиру займется правильными вещами считаю так накрутили лайков тут я вижу на этом посту потому что лайков было мало когда я смотрел недавно почему настолько изменилось отношение к зрителям что больше почему настолько изменилось отношение к зрителям что большинство старичков кто уже по паре лет смотрит тебя либо перестала смотреть либо высказывать недовольство скрыто или открыто но во первых вопрос поставим просто ультра непонятно типа если кто-то высказывает недовольство скрыто как я могу о нем знать это раз а если кто-то высказывает недовольство открыто то я такого не помню то есть если мне какой-то старый сап там напишет типа ведро скажет типа достал но он также про ведьмака писал достал ведьмак но ведро понимаешь что я ну типа да прохожу ведьмака ну вот я всегда как бы беру мотаю на ус то есть вот больше ничего не могу сказать насколько почему то есть так ладно давайте по порядку почему настолько изменилось отношение к зрителям настолько насколько то есть сложный вопрос не понимая немного о чем речь может быть иногда я я замечаю за собой что иногда знаете там ой аутист зашел и так далее но это блин не про старых зрителей просто понимаете раньше ты стримишь когда только арму заходит просто такая прослойка людей которые всегда здесь заходят в жизни никто эту арму не откопает понимаете нигде никакой дотер не зайдет не откопает а иногда вот допустим на прошлом стриме по финалке они по финалке по фортнайту после того как меня захотел братишки ну хоть чуваки которые пишут пипиську в рот возьмешь типа ягод чего зовут исты чего за набежали то и бан 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 короче эти чу вы чу блин все то есть в этом плане замечаю я считаю что мне надо не не видеть эти сообщения а просто молча банить но бывают накал страсти так скажем еще но я считаю что с этим надо мне работать по по поводу настолько изменилось отношение к зрителям ну надо было конкретно сказать допустим ты там начал посылать там допустим кого-то или еще что тяжело ответить большинство старичков кто уже по паре лет смотрят перестала тебя смотреть либо высказывать ну вот высказывать недовольство скрыто открыто я объяснил ну большинство старичков кто уже по паре лета смотрят перестала смотреть во первых я стримы четвертый год 5 скорее уже четвертый у меня уже подписка сейчас будет люди приходят люди уходят у людей черт возьми дети уже понимаете когда я начал стримить человек был допустим у нее не было даже жены невесты и мужа через какое-то время у нее даже он женился потом у него дети появились за четыре года черт возьми столько всего меняется у человека могут просто интересы поменяться это раз у меня могут интересы поменяться то есть я играл в арму до костяк какой-то вокруг армы был но надо идти дальше но в арму играть невозможно я запускаю следующую игру там хэйси какое-то время захотел поиграть какая-то часть отсеивается кто-то допустим по доброте душевной по теплых чувств и памяти остается допустим кто-то думает ну все и хс я не смотрю и уходит и как бы а что я могу с этим поделать то есть я тепло отношусь ко всем старичкам я всегда рад видеть очень старых подписчиков когда заходят они там вьетнам цигель ведро ну ведро постоянно сидит то есть есть те кто очень редко заходит да допустим там трекрон мурик цигель вьетнам блин только вчера только вот смотрел еще очень много людей извините что не всех сразу вспоминаю но просто я всегда рад видеть старичков на стриме но как же я могу за каждого из них ухватиться но тебе приходит вьетнам говорит кирюха типа ну помнишь в арму играли классно и что я ему скажу типа здорово жень типа ссори типа сейчас пойду время время идет время идет игры меняются интересы меняются люди меняются и я не могу удержать всех старичков все что я могу сказать что я хорошо ко всем отношусь вот и не вижу повода никогда для токсичности из-за того что стример допустим пошел в другую игру играть а не в эту хотя конечно в чате бывает токсичность и от сабов и от тех кто вопросы даже эти задают но в общем что я могу сказать вы вспомните одноклассников своих ты сегодня идешь с андрюхой у тебя домашку вы оба не сделали вы думаете у кого списать а через два года андрюха женится уже выпустившись из школы и ходит на завод и с мужиками после работы играть и что ты часто его видишь да нет и что ты просто стал к своему однокласснику относиться да нет но просто как дорожки расходятся вот и все то есть а по поводу не давать скрыто открыто ну как бы очень странно вопрос написал бы допустим там этому сабу не нравится вот это потому что ты с ним как ну типа я не понял про отношения ну короче некорректно составленный вопрос так бы моя учительница написала ну я надеюсь даже несмотря на это смог на него ответить может быть нет не знаю раз максим как стать довольно скоро я думаю максим обновился комп когда будет обещанный мастер-класс по кручению с альтух в середине апреля возможно будет настройки графики когда читам эн блин ребят защита мэна мне очень стыдно мне очень стыдно мне очень понравился тот стрим когда мы болтали но я не убил читами на мне мне очень стыдно я не знаю что я не придумал с этим жопу покажешь ну 100 рублей минимум купить пиво или сигарет чувак блин это это санина просто возьми пиво сигарет и вылий все на си короче выкинет и потом подумай зачем ты деньги тратишь на дерьмо куда прыгать в пубге но на победку прыгать в липовку когда снимешь бьюти-блог ну если была бы идея как неплохая может быть снял вот может быть это начало мою youtube карьере карьер где заканчивается кекс начинается сека кекс заканчивается тогда когда в чат приходит очень много людей не со стрима так скажем с моего таких залетных типа на пубге на тонком было типа лох пидор там ну и все эти известные темы короче или когда старые сабы некоторые но не некоторых не старые а типа относительно старый пишет там типа вот тупой там не нашел там знаете секунду потупишь и сразу сапишет типа тупой что не мог посмотреть сека немного появляется этот момент я думаю в лг или папич папе сейчас смотрю гораздо чаще в лг вообще не честно говоря никогда не смотрел и ну смотрел периодически но папе чем не очень нравится как он в казино катает типа тюжи ну типа когда кто-то сливает не свои не твои деньги это интересно мне интересно посмотреть но не играть в казино расскажи о занятиях в зале думаю многие будет интересно можешь видео запиши что как делаешь там подходы и т.д. я сейчас укреплял составы так скажем плавал много делал именно физкультуру а не тяжелое занятие потому что у меня ну астехандрос нельзя тяжелым нагрузкам сразу а так я просто по гайдам в свое время когда я в покер играл очень много гайдов смотрел очень много практиковался и типа ну ты просто у тебя есть план допустим понедельник среда пятница ты делаешь ноги ты делаешь спину ты делаешь грудь соответственно в каждой из этих дней и добавляешь какую-нибудь слабую группу мышц там маленькую там допустим понедельник еще добавляешь добиваешь бицухой трицухой допустим в среду там делаешь это как он называется плечики то есть сейчас вот сейчас тренажер в зале дохера у меня в озерске было очень мало я там делал в основном тягу гантели и все и там штанги все остальное ну были еще такие тяги то есть горизонтальная была вертикальная все сейчас побольше конечно тренажеров буду еще что-то пробовать изучать ну ничего ничего особенного я не знаю зачем видос записывать я все-таки не фитнес-тренер когда будет варик третий ну хочется время на самом деле выбрать мужчины или женщины женщины в танке не гоняю когда гтрп пока не планируется как-то относится к лицемерным тварям которые оди хайпо лезут к вам в твич да мне в принципе пофигу но твич превращается такой в youtube я как-то раз посмотрел подборку лучшие моменты с твича мне стало настолько стыдно что я здесь тоже нахожусь я перестал их смотреть потом я еще раз такой у меня она выскочила я такой думаю ладно попробуй еще раз мне стало еще стыдней я вообще не смотрю мне просто кромешная от какой-то творится на твиче мне кажется максим ответил же ты не знал или делал вид что не знал я много не знаю ну или делал вид что не знаю когда сапдейт сапдейт будет следующую субботу ну я хочу через неделю сапдейт проводить все-таки каждую неделю слишком часто мне кажется а может быть и нет что тебя потолкнул на чат стримов откуда узнал про стримы и т.д про стримы узнал давным-давно от наверное еще знаете со времен майкера но все-таки майкер для меня первый стример и очень хороший кстати стример еще свое время варкрафт потом starcraft вот это все стриме лать второй starcraft то есть первый все-таки он для меня его никто не стримил там были аудиозаписи с реплеями вот ну и варкрафт такое было но варкрафт именно первая игра которую на стримах наверное видел сам даже пробовал давным-давно по стриме на год гейме оттуда узнал вот со временем начал посматривать какие-то трансляции очень мало в основном starcraft смотрел как профессионалы играют иногда дред духу потому что максим с дред духа играл гудок вот иногда он даже меня брал с дредом играть то есть вы можете найти там запись одиннадцатого года где я оказываю я даже не помню что с дэнди играл я дэнди гудок дред и еще кто-то играли вместе типа но это же не помнил вот и со временем со временем вот познакомились с ильей потому что неплохо играл в доту как там на почве доте мы познакомились заиграли он подрубал стримы говорит подрубай ты стримы типа я нахер мне это надо у меня еще ком слабый был я в покер играл у меня такой для покера сгодится для дотки сгодится вот ну и как-то меня илья подталкивал стримить и я его подталкиваю а ты-то что не стримишь типа ну стрим давайте партнерку оформлю ему там игорь линк что-то пытался оформить потом я короче ему в итоге помог оформить ну там ничего сложного не было но он типа ленился и он как-то мне подарил арму 3 и вот я поиграл в арму 3 мне очень понравилось и вот именно регулярно стримить я начал ее потому что мне очень понравилось мы играли там с гудком с ваней мы запускали ее ну это когда уже регулярно стримы были но до этого я еще там раз там пару раз подрубал как у меня был аккаунт на твиче это пару раз подрубал чисто чтобы записать но в конце концов когда мне реально илья подарил арму третью там было очень клево у меня был новый комп он уже пер я помню еще когда арма третья вышла он со стригулем еще с кем-то записывал летсплей какой-то а у меня у меня сука третья арма не идет я думаю блин обидно я так люблю вторую типа дэйзи бр и потом короче я обновил комп он мне ее подарил она 2 тонны стоила я мне жалко было спасибо тебе илья огромное кто знает без этого подарка может быть мы больше не общались бы никогда ну и вот как бы с арма третья все и пошло поехало я никогда не думал что у меня не было групповка понимаете у меня не было даже в контакта я его удалил я играл в покер я занимался эту херню не тратил время на контакт какой-то или еще что-то на youtube я вставал бегал в лесу занимался спортзале играл в покер играл в дотку жал сабвей все у меня не было в контакте я начал стримить люди пишут давай группу для анонса там завели группу вконтакте через какое-то через пару месяцев донат появились типа вот это вот это все что сейчас появляется на первом стриме типа групп вконтакте донатик донат гол вот тогда это вот у меня через какое-то время появилось начали люди подписываться я делал алерт мне это очень нравилось меня захватывало и со временем я понял что ну типа я теперь не покерист я теперь стример кого-то смотришь сам на твиче топ-3 ru и бур стример по твоему вкусу почему именно они если сам заразрабатывал игру чтобы было в каком жанре я кстати я почти не смотрю ru стримеров и зарубежно вообще стримы не смотрю почти то есть я люблю зайти и посидеть у кого-то в чате там допустим у илюхи немного ну илюхи я с чатом не общаюсь там так с собой меня не любят мне кажется вот у дрениса люблю пообщаться в чате у насти иногда у геройщиков очень люблю посидеть посмотреть то есть если для меня конкретно топ стримы по интересности я бы сказал топ-1 это стримы героев в основном хеллайт 1.1.1.1.1.1.1 у него сейчас никнейм да потому что он очень часто джебу стримит мне интересно джебу смотреть илью смотрю иногда когда время есть то есть илья илья такой человек он всегда интересно он бывает там что-то рассказывает пердит так или допустим пупка играет мне нравится как он там тоже пытается выиграть ну интересно и нарезки наверное нарезки из казино папича все больше никаких стримов не смотрю нарезки из казино папича смотрю потому что мне нравится именно ну я близок к теме казино и мне интересно всегда как слоты как кто-то крутит вот я в свое время тоже покручивал ну короче мне эти вещи интересны то есть для меня если вот субъективно хеллайт илья там и нарезки папича именно стримы папича никогда не смотрел никогда честное слово просто я всегда именно мне на ютубе выскакивает я просто смотрел подборки казино и мне начал папич выскакивать именно с казино короче вот а если брать по каким-то другим вещам пытаться к объективности как-то сдвинуться не знаю наверно топ-1 стример илья хоть его многие ругают за его нерегулярность ну бывает ребят бывают разные причины вы не обязаны все знать типа не стримит значит есть причины мне кажется илья на втором месте и влг наверное все таки несмотря на некоторые вещи которые мне лично но я пытаюсь как бы вот выстроить на третье место кого поставить не знаю не знаю очень очень не объективно это будет короче пусть будет топ-2 из буржуйских стримеров нравится подход кох карнейджа вот в чем-то ну и лирик наверное кох карнейдж чтоб 1 лирик топ-2 потому что все таки лирик он такой я как-то близок с ним мне кажется в чем-то он он именно заходит в игру у него получается в нее играть но он никогда до ума не доводит то есть он не становится котлетой где-то или еще что он просто играет потом выходит новинка он играет в нее у нас схема очень похожа на самом деле вот а кох карнейдж он такой он немного в возрасте у него там дети есть и он работяга такой он стримит все игры подряд там японшина вот вот мне воняет на фортнайт я поиграл в него вот сколько да и мне воняет уже на фортнайт кох карнейдж целый месяц проходит какую-то японшину еще не закончил просто весь месяц играет да и чё блин люди заходят и у него 7000 подписчиков а то и 10 тысяч а его на этой японшиной 3000 смотрит люди просто заходят и знают что но сейчас он проходит это и смотрят это потом будет что-то другое они придут туда вот сейчас он год оф арт стримит 20000 человек вот и вот как бы его подход не нравится у него команда есть у него там алерты на каждый стрим рисуют у него все качественно ничего не виснет кох карней считаю хороший пример продакшна именно продакшна лирик очень хороший пример и интерактивного человека на стриме такой интерактивного слова-то забыл короче очень хороший тамада из лирика бы вышел вот если бы ты сам разработал игру какого было чтобы это было в каком жанре есть идея рассказывать не буду но платформер хочу сделать но пока знаете для меня соло это тяжело хотелось бы узнать твое отношение к высшему образованию нужно ли оно еще бы хотелось узнать как ты познакомился с Настей высшее образование я считаю что все таки нужно пока ты если ты уже конечно работаешь где ты такой типа крутой то ну там может быть тебе не надо но все таки я считаю что я например зря не до конца доучился я считаю что мне бы стоило доучиться да может быть бы не пригодилось ребят да может быть просто лежал диплом но я не знаю я не знаю я считаю что вот ты окончил школу ты идешь учиться и ты учишься тебе котелок как-то разогревают какие-то да зачастую эта информация тебе не пригодится но понимаете может быть ты вот может быть ты умный парень да или девушка и ты такой типа да я без института разберусь открыл свой бизнес или начал зарабатывать где-то там сям но знаете не все такие все таки я считаю что многим им надо доучиться не выеживаться не думать что они самые умные да учиться как говорят родители и там уже как-нибудь разберешься у тебя будет диплом если чё ты куда-то пойдешь а своим делом можно как хобби заниматься как я вот выше рассказывал про стримы да вот и как хобби этим занимаешься и окей 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 без проблем вот типа если чё бомжом не станешь вот все потому что сейчас говорят диплом нигде не нужен ну да он не нужен возможно если ты сам хорошо допустим охеренно программируешь там изучаешь сам какие-то библиотеки еще что-то что-то я такое начал короче языки программирование все это сам в этом супер разбираешься и доказываешь это но не каждый такой не каждый и все-таки в большинстве своем надо доучиться считаю с настей познакомились интересная история была мервинг нас познакомил можно сказать то что мервинг в компании дреда был мы с ильей играли набирали пати мервинг взял с собой настю она с ним играла мы поиграли с ней потом мервинг мы уже настя без мервинга позвали и потом как-то в мафию позвали но как как-то общались и настя очень хорошая скромная красивая девушка вот и как-то не матерится совсем не курит не пьет ну то есть и готовит вкусно то есть как бы ребят ну как вы сами понимаете сейчас вешу 87 мне кажется в горле пересохло почему не общаешься так сейчас погодите попрошу это не докричал хотел водички попросить а почему не общаешься с влг больше нет совместных стримов нет на стримхате и т.д. скажу не буду просмусоливать эту тему все-таки это больше личная наверное скажу общими фразами никогда особо мы с влг это и не общались то есть свежующее звено между мной и денисом был илья и мое мнение то есть я с денисом особо не общался он начал общаться с ильей и как-то вхож встал в компанию и как бы соответственно немного меня касался вот соответственно он поругался как-то или там не поругался но перестал общаться с ильей и как бы из компании тоже понимаете но перестал общаться с компанией то есть ну нахрен то и не нужен никто был из компании правильно вот в свою очередь могу сказать что у дениса слишком профессиональный подход у него все коллеги со всеми коллаборации ну как-то у меня по-другому немного вот подробности не буду говорить какие-то ну вот просто просто ну общались не общаемся коллаборация окончена все вот сходка фанатов фортнайта каждый день происходит гей-клуб аленушка савельевская 5 как думаешь насколько мак чикен что-то не значит такое мак чикен чикен мак чикен мак такой бургер есть может понятными купил квартиру когда купишь квартиру не купил когда куплю короче рассказал выше надеюсь что когда-нибудь куплю ребят квартиру еще не купил денег нет но вы держитесь фортнайт или фортнайт фортнайт ребята лучше сейчас онлайн игра кто бы никак не хейтил понимаю что смотреть может быть местами не интересно мне вообще стримы смотреть не интересно я смотрю только если пообщаться в чат или допустим герочей но многим из вас герочи не интересны но я же не гноблю вас за это правильно и когда герочи человек не стримит просто не смотрюсь вот такой короче сходка в питере а нужна ли она целом можно что-то придумать я думаю лучше кефир в петербурге по мнению кирилла ребят пока только молочника попробовал про свое прошлое связанное с вариком о господи ну ладно гулять то гулять короче мама меня в свое время повела в клуб компьютерный точнее как клуб мы зашли в павильон большой павильон в озерске был там был клуб аркана назывался и она меня посадила играть на 5 рублей 15 минут сама ушла закупаться я поиграл и так я познакомился с какими-то компетитив играми мы тогда играли в half-life карта была эта кухня я влюбился в игры в компьютеры я начал бегать в клуб потом сам и там познакомился что есть не только half-life есть counter-strike есть фалач есть варик и со времени так получилось что вот ну типа варик меня зацепил не знаю почему не было интересно строить развиваться у меня в свое время там дома играл какие-то стратегии типа эпохи империи или еще чего-то и ну как бы начал играть начал участвовать на турнирах озерских в 13 лет первый выиграл в 13 или в 12 лет выиграл первый свой турнир я приходил на все турниры я занимал последние места я приходил я приходил и потом начал занимать первые места приходили все те же люди но уже как бы выиграть меня не получалось и начал ездить на региональные турниры помню с двумя пацанами поехали на в екатеринбурге основном в екатеринбурге ездили они в челябинск потому что в екатеринбурге были региональные турниры крупные вот и я поехал на турнир на свой первый турнир после озерска и занял на второе место как сейчас помню прометея занял первое если кто но если кто знает вхож в эту компанию варкрафтерскую старую наверняка знают прометея который потом короче телефон украл и сел за кражу а мог стать мог стать вторым хэппи не знаю вот и блин истории дохера с варкрафтом сколько рассказывать но в целом вкратце вот так просто но играл играл тренировался в battle я когда приехал в екатеринбург и второе место занял там увл был 9 или что такое даже фотку мы находили когда я рассказал на стриме об этом весь такой прыщавый увл 9 что ли как-то так кирилл кейк забро нет biggy buggy daddy мне там друг поставил короче никнейм biggy buggy daddy это было году 2014 там наверное у меня уже тогда 47 левел был на самом деле battle.net то есть я довольно крепкий был игрок и ну типа я я что я пришел на турнир я уверен был что я буду как бы нормально развалить кабинеты так получилось проиграл прометею ну промете был очень жестким вот ну ездил параллель начал ездить на турниры там на кубок россии ездил на финал в москву наверное самый запоминающийся потом бросил варкрафт потому что начал играть ворну варкрафт и в целом в озерске очень плохой интернет был было тяжело играть варкрафт постоянно пинг был 300 с чем-то вот так истории много еще на стриме такие истории можно на стриме спрашивать не обязательно в такой подкаст это заваливать когда армабр армалайф армалайф ближайшее время точно не планируется бэр скоро залечу я думаю земля круглая не уверен я сам не летал вокруг земли может быть и не круглая вокарма 3 с дредом и несом все вопросы в которых есть слово дред надо задать дреду потому что чуваки я стримлю 6 дней в неделю и как бы . что по моду будет для обновления в составе ну не знаю можно по идее набрать кого-то кто такой а уж чем и ведет а уж бывшим в прошлом как бы откуда он появился модер настя хороший ответственный парень который иногда дает какие-то необоснованно жестокие баны но в целом всегда рад помочь и сервак поднять там если чо и как бы как бы не знаю модерирует канал сидит подписывается хороший парень мужик ну про дреда игрил почему из озерска свалил ну над снастью надо было съехаться где-то и ночью в озерске ехать пробивать и там короче пропуска озера закрытый город плюс я хотел как бы сменить обстановку попробовать в городе побольше знаете тогда из озерска в москву летать еще дальше было чем из челябинска потом потому что надо было из озерска доехать до аэропорта в челябинск и потом лететь в москву а потом допустим еще в одессу да куда-нибудь на конь мероприятие вот и решили как бы ну просто где-то съехаться поближе но не в сибирь же к ней ехать ну вот как бы так получилось челябинск выбрали для начала а сейчас видите мы уже в питере так свадьба маленькие сейки пока есть ребята как бы короче опустим этот вопрос будет когда-нибудь сходка в санкт-петербурге да я думаю будет я думаю будет зависит от желания конечно людей данные включу когда они сообщат он ли включу как сильно изменил твою жизнь насти по встречу в реале так далее очень сильно изменила чуваки я же был вообще аутистом таким то есть мне ничего не надо было я сидел играл в покер типа зарабатывал деньги хорошие мог бы блин заработать на квартиру давным-давно давным-давно мог бы в 20 лет себе купить квартиру ну я хернёй страдал просто а мне о чем мне делать а мне ничего не надо было илюха в дотку зовет мы пошли в дотку с утра сабвей похавался вечером там кс-1.6 толпой там с дрыдухой там 10 человек играем я забил там раз покер потом покатал потом раз опять в дотку пошли вот и как цели в жизни знаете что ли не было вот и настя меня вытащила из этого как считаю и с настей у меня очень большой рост пошел я как бы стал более нервозным наверное человеком бренд очень сильно в горле песок надо попить сейчас еще раз крикну попробую я вспомнил что уже час ночи соседи спят не буду кричать сейчас отойду и как-то мотивация что ли работать больше появилась есть цель это на квартиру теперь накопить раньше мозгов таких не было то есть я не думал что можно накопить на квартиру допустим можно жить там с кем-то в комфорте и так далее сидел на жопе ровный не дергался вот настя очень хорошо поддерживает считаете готовит убирает что очень важно вот и для стримера это супер важно потому что стример сидит ему надо жрать от раньше я сам готовил еще что-то еще что-то делся иногда там бабушка кормила там такое такое как бы очень сильно изменила считаю и всем всем желаю найти ту девушку который именно изменит вас к лучшему не будет вас напрягать и давить и как-то скукоживать вас наоборот вы расправите крылья с ней будете порхать а на из вопрос пацаны чувствую подкаст на 10 минут чувак как же ты ошибаешься как стал популярна твиче понять еще от не имею популярность дело такое мало то что очень сильно относительное так еще и очень рандомная и не всегда желанная знаешь я не знаю как я стал я за просто занимался тем что мне нравится вот и все я не могу тебе никак ничего объяснить с этим скорее всего просто изначально моя компания она уже была известна вот и все то есть я играл с андреем потом познакомился еще с ильей то есть ну как бы кто-то меня знал уже я что-то делал дело то что мне нравится люди как вокруг этого мне нравится начинали как присаживаться и смотреть и вот как-то так грабление гтс или не знаю как попасть в озер без спецпропуска практически никак только если какое-то мероприятие или у тебя там родственники ну как по сути как визу получить какую-то страну так этот вопрос уже был зигот человек непонятно ходила ты в армии всегда как все прошло если нет как избежала но в общем твое мнение на эту тему я никогда не рассказывал толком но у меня болячки есть я не хочу на них еще что-то рассказывать по поводу того что мнение на эту тему в свое время когда служили два года это был мне кажется полный кошмар то есть типа два года служить чуваки да прикиньте ты допустим чем-то занимаешься да ну раньше не так сильно было развито это все сейчас все там стримеры кто-то там блин манит кто-то там что-то работает где-то у отца вообще вот два года служить но это полный кобздец я не хочу долго разглагольствовать на эту тему но хочу сказать что терять два года жизни сейчас один год жизни блин для меня вот я как думаю что год например раз и буду где-то в другом месте типа картошку копать не знаю чуть ли не смертный приговор как будто для меня ну а так не так страшно мне много друзей уходила там очень много и возвращались ничего ничего конкретно ничего сильно не изменилось просто минус год жизни все что я могу сказать а вот настоящий человек или бот а вот попробуй выяснить когда продолжение дзуки на гг непонятно почему ты зарабатываешь миллион и квартиру до сих пор не купил ну тут можно по этому предложению догадаться если как бы все верно то что-то неверно получается но либо я не хочу покупать квартиру и просто сижу и бред у меня там 100 миллионов ну ладно не 110 миллионов я ничего не покупаю зубы вместо лобковых волос или лобковые волосы вместо зубов блин отвратительно чувак но лобковые волосы вместо зубов это невозможно жить поэтому зубы вместо лобковых волос и колесе к понятно мы снасть встречаетесь понять не имею о чем речь чем смысл поста ну ты скоро поймешь когда ближайшее выступление представители к был на туре к фортнайту ожидайте ожидайте поведение норм матчмейки возможности поощрения вернешься ли ты в пупке есть ощущение что даже это не изменит твое отношение смотреть фортик стало интереснее на подный пуп лучше это сильно изменит мое отношение к пупку потому что я просто понимаете я всегда рассказываю сейчас погодите попрошу насти воды перенести быстренько вот что хочу сказать очень сильно конечно изменит но я много раз говорил ребят есть хайп хайп это не просто что-то куда запрыгивают стримеры блогеры и едут такие на волне хайпа у сейчас соберу побольше просмотров нет хайп это в целом интерес всех как и стримеров то есть не просто интерес стримера из честно корыстных каких-то побуждений а интерес стримера как тоже как человека как игрока и вот у меня хайп тоже пупка падает и чем дольше они тянутся этим матчмейкингом тем более холодное у меня отношение к пупку может быть я новую любовь уже найду понимаете и буду играть там вообще это что-то другое так что шанс что я вернусь есть но блин сколько можно с этим тянуть черт возьми я уже больше шансов в арму вернусь котиру в питере не купил ребят нет столько денег ребят нет столько денег про тот самый класс немного не понял тот самый чё за тот самый класс мой класс смотреть про или учитель анидзуки видимо не знаю а тот самый да там же было не знаю пока пацаны планируются ли сходки со зрителем средимся педра в среднем сядущим по вниз самый фортик пупка еще что-то да думаю будем попытаемся как-то регулярно это делать почему раньше была сейчас хуже чем раньше ты постарел так всегда чувак так всегда чувак я бы сейчас с удовольствием с одноклассниками блин в карьере бы покупался и домой бы побежал блин пробежал бы домой семь километров не запыхавшись короче запрыгнул бы в кроватку меня бабушка накормила и блин жизнь раньше была гораздо лучше не сейчас не пойдешь какой вариант кирилла будет ближайшие годы паб мэйн как было с арма 2 когда я подписывался игры все подряд все происходило после когда я подписывался или игры во все подряд как происходило а типа типа мэйн игра и это ну сейчас будет скорее всего концентрация фортнайта меньше чем была пабга потому что все таки в папке я потел чтобы турнирчик сыграть а фортнайт я просто чилю мне просто по фану и я могу его больше делить с какими другими играми но вопрос в том что понимаете ребят все таки когда игра вызывает малый интерес у людей даже несмотря на то что она мне нравится меня это ну как бы задевает потому что ну я понимаю что вот я стримлю игру она нахер никому не сдалась если игра мне допустим не сильно нравится как enter the gungeon например вот я стримил это the gungeon мне она очень нравилась и мне пофигу было что там тысяча зрителей я играл проходил ее полностью ну вот то некоторые игры которые я начинаю допустим и я пока не понимаю нравится она или нет но я вижу что людям вообще она не интересно я задумываюсь блин играть дальше или нет вот поэтому фортнайта будет меньше чем пубка потому что фортнайт просто фановый а пупк был именно как тренировочный то есть там реально турнира готовился к ним и будут типа другие игры на собнях может что-то будем хорошо находить новинки какие-то обязательно играть тот же год of war с удовольствием вот так что вот такая вот инфа просто не угадаешь короче мафия сепками понятными обзор квартиры нет конечно только если когда куплю новую и сделаю в ней ремонт кино аукционы проводить не планирую просмотр видосиков тоже не планирую почему перестали собираться мафию ребят большая компания очень сложно очень много параметров в этом уравнение к сожалению очень много слагаемых сколько платили красаут пупк фортнайт ну пупк фортнайт ничего ни копейки не платили красаут нормально платили и стримом было много в целом если бы не красаут может быть может быть я бы и в питер не стал приезжать как сейчас стать стримом да совет профессионал но я раньше рассказывал то что я говорил про то что надо делать как хобби и вот со временем как бы раскручиваться и смотреть чё как вот как бы так надо нет нет какой-то волшебной инструкции ты просто пару моментов скажу ты должен быть кем-то то есть либо ты смешной интересный либо ты супер скилловый во что-то и либо ты что-то умеешь что не умеют другие ты можешь быть скилловым например все сколько людей на папке поднялось и еще кто-то пиарил да нет просто чуваки супер круто играли выйдет новая игра артефакт например почему бы не стать чувак допустим одним из лучших игроков в артефакт но если ты не можешь показать такой уровень ну думай 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 а в чем чем твоя как бы фишка вот так почему но так но это короче понятно ответ даниилу как поживает батарея в озерке хорошо ли прошел отопительный сезон я этим летом хочу в озер съездить посмотрю как она там поживает как так хорошо стреляешь шутер мобильный мешей гайд если будет время я на самом деле считаю что довольно плохо играю но в целом можно тренироваться я думаю можно тренироваться по поводу гайда по поводу гайда я думаю много гайдов каких-нибудь кейсеров там simple я видел что-то выпускал я честно не знаю чуваки я просто сижу играю вот все эти года я сижу играю вот я не я не знаю как сказать наверное этот дар как в одном из моих любимых фильмов юношество соседка вот когда там этот порно режиссер горит ему наверное это дар я не знаю что это такое вот но это не часовая это это цена из фильма вообще я просто не могу объяснить целом если я как тренировался я обязательно поделился этим тут замена заступается короче спасибо большое но я не знаю данил явно явно он с кем-то общается и кто-то ему горит что вот кекс стал козлом там или ну я не знаю если это за спиной еще и происходит то каким образом это что-то изменит типа черт чуваки извините это скрипт для скачки пиратского контента если сейчас посиделки большой компанией различные как на канале стримхаты верну если шанс что они вернутся или никто не хочет брать на себя но сейчас не получается ребят по многим причинам пока могу сказать что не ждите да целс нет скорее все нет но кто знает 3 сли едифера трис когда свадьба если так это уже спрашивали сальтуху в апреле сделаю как ты начал стриме где брать зрителя как познакомиться с но про илью рассказал выше где брать зрителей я чуваки я супер сложно я рекомендую всем стримить на ютубе все таки ну что youtube он продвигает своих стримеров свой контент и если вы делаете что-то регулярно что-то довольно качественно то я думаю прям с нуля можно подняться на твиче с нуля подняться очень тяжело вам нужно быть супер скилловым игром игроком не в обиду ютуберам но на ютубе нету сильных игроков вообще зато посмотрите на твиче на твиче одни кибер атлеты кибер задроты вот я правда не понимаю почему они не делают контент на ютубе но не знаю вот так вот это мое мнение ютуб 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 советую начать с ютуба потом со временем может переехать на твич зрители делай какой-то контент делай нарезки делай хайлайты и ютуб будет в любом случае как-то тебе помогать потому что допустим ты даже если у тебя ноль зрителей но ты что-то делаешь там как-то по тегам все равно найдется я даже сам бывает раз мне видос там у чувака мне слезы спайра посмотрел видосы и мне выдал чувака у которого 10 зрителей я раз зашел его сейчас иногда посматриваю юдосики то есть просто советую начать с ютуба и с кого-то определенные ну это как хобби должно быть но регулярность какая-то нужна она должна прослеживаться и может какие-то видосы допустим допиливать допустим как играть там фортнайт там какие-то баяны рассказываешь но на самом деле люди это смотрят насколько перспективно стримиста в русском месте частный переполнен ли рынок видишь и ты себя за этим знать всю жизнь и какие качества должны быть поля на стрим вопрос можно сказать философски на тесто мнение не знаю с одной стороны рынок только развивается и сейчас человеку которого 100 зрителей может иметь 200 подписчиков праймов каких-нибудь плюс еще что-то с рекламы получать а с другой стороны короче развивается развивается стримерство по мелочи то есть я вспоминаю как было раньше раньше то еще хуже было сейчас понтом чувак чуваки видосики на нас смотрят на стриме 10 тысяч зрителей раньше только удрадухи было сейчас там один смотрит видосики папич казино крутит и люха стримит и у всех по 10 тысяч зрителей то есть аудитория растет соответственно растет вот это этот сегмент так что в целом наверное это не пик еще то есть он еще будет расти и расти этот рынок но насколько перспективно сейчас начинать стримите никто не скажет вот я стримил четыре года и что и и кто его знает а может быть все по-другому бы закончилось это очень сложная тема это на отдельный подкаст какой-то качество популярного стримера очень сложно сказать для меня потому что я очень много разных популярных вижу стримеров которые у которых качество мне даже не близки поэтому то есть я их вообще не понимаю и не понимаю людей вот поэтому наверное каждый сам для себя выделяет какие-то качества популярного стримера вот не значит сказать по поводу заниматься этим всю жизнь и ну я думаю нет конечно нет конечно но вряд ли мне кажется просто вы вдумайтесь что было 20 лет назад и просто подумайте вот такое изменение то блин можешь вообще никто стримы смотреть вообще мне кажется так может повернуться чуваки я не думаю что буду стримером через 20 лет аниме или фильм одни не знаю рандомное событие вы вполне возможно будет обзор на папу джонсона блин чуваки старающий спицу не есть может быть когда после стрим-феста миди во вкусных суши не заказывал battlefront 2 покупать ps4 моя всю жизнь ps4 есть вот видно да вот вот типа что не факт не факт у меня все вины с ps4 пройдены все вины кроме нового там горизонт зеро даун все я прошел я пошел антил даун прошли last of us god of war что там еще было все по-моему все и у меня у меня есть ps4 естественно лол таблица как у файки с медом с оценкой комментариев по играм таблица тоже есть короче просто ее заполняет другой человек и там то может быть не все но вообще в целом может быть может быть вот еще стримы по расту да скорее всего что из инфас или в пуп будет на киберспорт протимус льв пуп да это же 1 апреля было участников вы ники обязанности не накладывает нет просто это как бы просто коллектив если что если что к бы у как бы выйдет по вашу душу а так это просто просто коллектив запасной план после завершения карьеры стримера нет лишь только стримами занимаюсь ребят какой мне запасной план если бы у меня был запасной план я бы стримил не шесть дней в неделю и на седьмой день не сидел бы на стриме у другого человека с шусом не знаком когда дрочишь что бар мочишь она смолова она смолова уходи уходи ответь пласты больших колесей спрашивали а он стал модером ну он просто показался обязательным человеком постоянно был на стрибах очень у насти модерировал часто ну как бы не сидит не выживаются типа либо смотря даже и даже не знаю мне кажется иногда а у вообще стрим не смотрит топ-3 крутейших рэперов прямо сейчас понятия не имею когда секс лучше в 25 или 45 чуваки мне до 45 еще два года давайте подождем котик или собачка у меня аллергия вот по поводу часики тикают да понятно ребят почему ты такой ранимый 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 не знаю ребята жизнь такая я многое много на самом деле еще не даже вот старый савы очень много не знают обо мне и вряд ли кто-то может понять как я в своей шкуре себя ощущаю задевает меня вот если из такого из публичных вещей задевает меня когда именно старые зрители как-то странно себя ведут вот это наверно сильно задевает плюс я видите я группу читаю вконтакте бывает чувак заходит и начинает там типа кекс вот я какой-то вот я не знаю мне вот очень не нравится когда коверкают мои слова вот сегодня даже вот я в спортзале был читал с телефона блин а звонить не мог чувака пишет заходит пишет типа кекс врет что не гонится за популяр ну типа я говорил такие слова что мне главное чтоб не игра заходила вот и чувак пишет кекс врет зрителям а сам гонится за популярностью то есть я ухожу из пубга на котором сейчас скажу даже на котором в среднем за все время 5000 человек 30 сука один день я на стриме пубга и в нем 5000 среднем человек я ухожу фортнайт на котором дай бог 3000 из-за дреда но очевидно там дред и нес со мной играют там и я гонюсь за популярностью вы посмотрите на каком месте фортнайт посмотрите причем тут сука посмотрите господи я пролистал 50 игр вот и мне очень очень вот цепляет когда люди коверкают и не понимают меня то есть я им объясняю как говорю по-честному они по они потом кто-нибудь заходит особенно из старых зрителей пишет там ну относительно старых он врет он вот это он то он все ну пляха-муха ну типа меня это немного раздражает вот особенно когда новички новые зрители заходят и выдают вот свои догадки или то как он якобы что-то услышал за вот прям то что это я сказал такое меня да такое меня задевает наверное больше всего в интернете последнее время но я думаю как мне надо этим работать молча банить человека и забивать но он становится понимаете моим хейтером типа потому что очень многие люди типа у меня запомнил ты мод и все мудак и уходит навсегда и так часто бывает вот я думаю как лучше вести себя типа банить такого человека или пытаться ему донести ну просто невозможно бывает столько людей таких просто невозможно донести до каждого вот я наверное подумал про не вы наверно ты про это хер его знает про че еще но если так по жизни когда-нибудь я надеюсь я смогу открыться полностью что-то рассказать каждый стримащий является стримы простыми куда довольно простые расскажи о родителях не думаю что типа это хороший вопрос даже дуть не спрашивает про родителей теперь у меня 3200 чисто случайно на рейзере на старом у меня был такой тебя и вот как-то пошло что я только на нем и играю приходится везде с на супа с нами подкручивать сделать текстовый вариант но кто-то может подзапись потом сделать не знаю почему играешь фортайт хуже чем насти насти молодец потому что будет ли своим сознащение кекс того в клетчатый рубайся без очков star micro хотел линзы купить сегодня мы чем придумаем просто никто у некоторых людей терпения вообще нет никакого типа о о все две недели играет фортайт я последнее время на стриме кекс не захожу он уже две недели играет фортнайт а был стример неплохой а вот когда арму стримил и там другая половина ой когда он арму стримил а вот там другие игры помимо арм стримил и короче хо господи ребят вам просто не понять надо вот прочувствовать эти вот этого каналию идиотизма который для вас вот один человек написал вот это да типа раньше было лучше вот типа играет фортнайт и он даже не задумывается сколько раз на дню я слышу эти фразы от разных людей про разные игры и насколько это просто вот в голове все это а потом кардин какая-то человек обижается когда я ему говорю типа чувак что ты чё такой поделить такой несешь и он к фу испортился и он даже не понимает что блин я это слышу по сто раз сука на дню по 100 когда громкости речь будет гробу громче игр когда компрессор микрофоне появится пол стрима что-то меняешь потом можешь заорать ну первый раз лишь такой коммент если бы люди писали об этом я поправил давно давно о своих страхах чего боишься раньше ничего не боялся ребят как только начал жить с насти и почему-то начал бояться летать иногда даже блин на маршрутке и страшно ездить когда он там несется начал бояться смерти мне кажется раньше не боялся раньше как-то вообще до срать было я просто я пролетал 50 раз на самолете передку думаю блин это что боюсь или еще нормально у меня как-то с опаской всегда теперь к этому отношусь из да как-то у меня вот такая отцовская забота что ли мне как за эти это очень лично такой вопрос но я скажу что вот боюсь даже не сам где-то потеряться а то что вот короче ладно я думаю кто-то понял что я хотел сказать а кто-то нет и это не важно какие качества больше сегодня любишь любишь в людях терпеть не могу лицемерие я всегда говорю как есть и хочу чтобы мне человек если учет не нравится нет нет бухачи сказал сейчас в чате там все о чем мы как раз тебе это и писали нет я имеют вот личное отношение да вот со знакомыми друзьями вот лицемерие терпеть не могу если что-то не нравится ты так и говори если что-то не устраивает или вопрос какой-то решаю вот лицемерие терпеть не могу то есть когда допустим вот я говорю да что вот эти персонажи меня не устраивают а сам потом с ними фоткаюсь играю с ними или я говорю например есть некоторых стримера я конечно пример приводить не буду но типа горит ой эти короче там раком нагибаются ой как мы твой к ребята на нашем твиче то а потом с ними фоткается и катается и как бы вот это лицемерие я вот такого просто терпеть не могу вот в людях ценю именно открытость щедрость хотя никогда ни у кого ничего не прошу но когда вижу что человек открытый и такой щедрый душой понимаете то есть он не боится сказать и здорово дружище или здорово братан или как дела себя приятно видеть таких людей вот больше всего лицемерия конечно терпеть не могу а все остальное там у меня разные друзья знакомые есть и все люди разные кто-то такой вонючий кто-то наоборот такой жизнеразностный типа такая жизнеразностный туповатый кто-то это и все все отличные ребята ни одного вот в моем окружении я у меня нет лицемеров сейчас я очень счастлив и сам надеюсь никогда не показаться лицемером даже потому что иногда вот я позицию объясняю люди не понимают потом горят в улице бирта разные ситуации бывали вот я даже пару помню но они незначительные были любыми фильм песня фильм любимый 7 наверное и и звездные войны и 2005 года часть где собственно типа ты должен был бороться со злом они присоединиться к нему вот этого я считаю просто лучшее воспоминание о фильме вот именно звездные войны эта часть но 77 люблю очень триллеры люблю очень такие фильмы загадочка какой-то детективы очень нравится в целом много очень хороших фильмах на могу назвать но выделить могу вот эти пилас шикарный фильм то есть первая часть обитель зла мне нравится ну очень много фильмов не нравится наверное самый любимый пусть будет 7 и звездные войны самый плохой поступок в жизни то о чем больше всего жалеешь очень личный вопрос тоже наверное но я рассказывал на стриме но больше всего жалею сразу вспомнился один момент такой знаете неприятный это было не часто так скажем когда что такое происходило вот и один из моментов было из детства почему-то мне он вот вспоминается короче я как-то разгулял собакой со своей собакой вот и и собака бойцовской породы мощная типа она не понимает она не на строго мошенники а именно строго мошенники было на все насрать вот и один раз типа он что-то схватил понимаете а постоянно ходит история о том что травят собак то травят отравленную еду кидают и он что-то схватил начал жрать и я его ногой хотела толкнуть и так получилось что поляшки мне показалось слишком сильно ударил ну хотя он даже не пищал ничего но просто мне было очень стыдно типа перед самим собой за этот момент и знаете из плохих поступков я считаю что это один из короче он что-то схватил я просто хотел чтобы он это не ел но так получилось что я нечаянно не рассчитал силу так скажем но я был очень маленький ну как маленький не совсем маленький но не взрослый уж точно вот в целом ну типа собака в порядке была но мне очень стыдно за момент перед никто этого не видел никто этого не знает но типа мне было очень стыдно я был маленьким пиздюком и я любил собаку эту и это было случайно но мне очень обидно было что так получилось вот есть еще одна обидная история я про нее рассказывал недавно на стриме повторять не буду пусть будет это самый плохой поступок жизни вот грустненький ведьмак 2 нахер сколько мэр доте 2 было 5300 когда откалибровался потом толком и не играл короче когда стример будет стриме то что я хочу это очень сложный вопрос скорее всего когда ты найдешь стример который стримит одну игру которой ты хочешь ты будешь себя смотреть вот только так на какие данный момент цели стоят перед тобой самая основная цель моя заработана квартиру чтобы я мог жить чтобы не было жилье чтобы я мог сказать да типа то чем я занимаюсь дает свои результат свои плоды я накопил себе на квартиру и у меня есть свое жилье не не родители купили никто что-то еще я накопил моя цель текущая быть здоровым быть хорошим человеком стримером и накопить на квартиру я на стримах перестанут 100 раз обсуждать какой пак говеная форте классный когда люди поймут что фортнайт не проплачены люди просто к нему играют можно ли просто играть неважно во что мне нравится пупка слушать тысячи раз почему фортик лучше надоело чувствовать так ладно это видимо вы было ли на самом деле возможности киберспортиментом по пупке и организации с тобой контактирует почему-то решил отказаться от этой идеи три предложения было чуваки было три предложения я думал над некоторыми из них на некоторыми долго на некоторыми и мало команды я вам скажу вы их все знаете могу сказать следующее были какие-то моменты нюансы мои сомнения несовершенство игры и я в итоге каждый раз отказывался наверное я бы не отказался только если бы этап более значительной организации были именно по титулу то есть там не не важны были условия на самом деле я просто думал хочу стать киберкатлетой я думал что тем самым я немного подведу зрителей потому что я понимал что не все хотят пупку 24 7 смотреть я хотел подготовиться к турниру например и играл неделю в пуп на принял что я ну люблю другие тоже игры поиграть я могу я могу я могу задрачивать в игру я могу посвящать мне все время и как бы хорошо играть но если изначально игра не дает этих позывов знаете нет вот этого огня между вами ты не чувствуешь что ты хочешь сука играть нею прямо топить в эту игру наверное мне не стоит лезть и вот я подумал подумал отказался один раз потом второй раз и третий и пройдя вот прошло вот сколько-то месяцев полгода где-то я понимаю что наверное это решение было правильным какие организации не хочу говорить но в целом я на стриме называл такой вопрос будет ли еще какие-то игры в компаниями то конечно будут мы же понимать чуваки когда много слагаемых в уравнении точнее когда много частей одного пазла его тяжело собрать я один всегда вот я почти каждый день стримлю иногда илья стримит ok нас двое но слишком много надо и плюс еще чтобы у всех совпало желание там погода хорошая была никто где-то там не обкололся и так далее нас на канале стрим хаты пока приостановлена активность раздрянется не знаю как нажимать большим пальцем на n супер просто просто супер просто сейчас еще раз показываю вот клавиатура вот это посмотрите моя рука то есть палец уже лежит на n чем люди мне писали что они на x жмут посмотрите вот x вот с как они же как реку вот так вот ну это я не знаю n вот n m я могу вот я могу практически на shift даже нажать не знаю изи изи а самая красивая стремишься руд твича чушь и заруба когда 500 процент пройдешь забили Не знаю, тоже подостывает Знаете, вот, блин, были баги Нереально бесячие Все вроде, там, не знаю, пофиксили их или нет Но уже, как бы, не такой большой Ёптовый медь Так Как относится к засилю девушек, стримящих на Твиче И тому, что их чуть ли не половина Приглашенных На стримфест не приглашают, ребят, на стримфест Большинство сами пробиваются, это раз О, что-то в горле пересохло То есть, сами люди берут, пишут Типа, я там стримерша, бла-бла-бла, возьмите меня Они ее берут Мне вообще Я женские стримы не смотрю Я знаю, какой контентный 90% из них 95% даже И мне это совершенно не интересно Я не в том возрасте Дай бог Нет разницы, мужчина или женщина Стример, если он Вот, ну, в моем понимании Стримит качественно То есть, стримит адекватно Даже, хрен с ним с качеством Адекватно просто стримит Все Ну, как мы знаем Очень много девушек стримит Немного В таком кличе Непристойном, наверное Вот Я Таких девушек Не очень ценю как-то Я не знаю, что сказать Вот все Это просто мое мнение Вот Кто-то любит Там посидеть Посмотреть Кто-то любит посидеть Послушать даже, может быть Ничего такого Ждет ли женский стример Будущее с точки зрения Ожидаемого запрета Свободного доступа к порно Первый раз об этом слышу Хотя Нет, может быть нет Женский стриминг Он как Просто понимаете Женский стриминг На своем уровне Довольно неплох Есть примеры Очень хороших стример Которые Делают очень интересные вещи Кто-то хорошо Во что-то играет Кто-то Что-то готовит Кто-то общается Прикольно с аудиторией Кто-то Музыкальные там Стримы Я не только про Ксюшу говорю Там Натали Мур я видел На Гудгейме пару раз Залипал Как она на гитаре Что-то играла Типа Это как бы Контент Вне Каких-то Вот этих Рамок Понимаете Это обычный Хороший стример Бесполый То есть Это не то что Ее смотрят Потому что она женщина Потому что у нее сиськи У нее есть сиськи Нет, просто Человек С интересным Хорошим контентом Находит своего зрителя И все То есть я не считаю Что Он лишен будущего Это женский стриминг Или еще что По поводу Ожидаемого запрета Саввона доступа Блин, как же у меня в горле Пересохло Просто жесть Я, честно говоря Что-то не в теме Считаешь ли, что Просмотр стримов В основном Увлечение для одиноких Сложно сказать Ну, в целом Любым занятием Наверное Больше занимается Одиноких Если молодые люди Да Более взрослые Там уже У всех Как правило Появляются Какие-то пары Ну Я просто вспоминаю Чем я еще занимался В жизни Занимался акробатикой У нас большинство Одинокие были Занимался покером Большинство Одинокие были Просто Большинство Одинокие Вот и все Но Не знаю Не знаю Стримы вместе смотреть Тяжело представить Да, что Типа садится пара И прям Вместе смотрят Наверное, даже да Процент одиноких больше Илья уже больше года Как на пенсии делать Что-то серьезно И строить план Не может, не хочет, не будет Без него русский Твич комьюнт Кажется довольно Разобщенным И проявлять инициативы Для каких-то движух Кроме у него Кто не хочет Не может, не умеет Мог бы принять у него эстафету Если чувствуешь Достаточно готов для этого Может, думаешь Что с этим заниматься Спонсор Останется ли в таком случае Место душевности Ну, во-первых Илюха никуда не пропадает У него есть дела Какие-то Там Захочет Он сам о них расскажет Вот Пока что у нас Стримхата запланировано Да Он на ней будет И как бы Нет повода Пока Именно так Говорите резко Что надо кому-то Принимать эстафету Илья парень ленивый В этом плане В организации Да Я тоже У нас есть факер Факер отлично Со всем справляется И Илья в любом случае Как лидер Выступает здесь Я считаю Что все в порядке Типа Пока что Громко Но в целом Перенимать эстафету Ну типа Илья скажет Все я пошел Свой бар Открой И больше не стримлю И мы типа Остаемся компашкой Ну Там бы подумали Там бы подумали Я считаю Что Может быть Да Заниматься спонсорами Блин У нас спонсоров Как таковых Ребят Особо-то и не бывает Там появляются Но они в основном Оплачивают Знаете То что мы подготовили То есть тот же коттедж Оплатить Если бы появлялись Какие-то Большие спонсоры Со своими Со своим продакшеном Со своим сценарием Может быть даже Да Пусть они мутят Почему нет Но в основном Спонсоры появляются Просто как Довесок К готовому продукту То есть Факер говорит Нам надо коттедж снять Нам надо всем Оплатить дорогу И зачем нам Это самим платить Да И вот Типа Находится спонсор То есть пока Спонсоры такие Очень микроскопическое Влияние имеют Останется ли В этом случае Место душевности В случае со спонсорами Думаю Душевности будет Ну смотря как подойти Просто Часто очень Какие-то вот эти Лейблы приходят И такие Вот Мы сейчас Делаем крутой ролик Типа Окей Тимоти Скажи Он хлопнул А потом Нашел летал И Тимоти сидит Без души Он хлопнул Потом нашел летал И ничего не понимает В этом Да И я к тому Что могут прийти Спонсоры Сказать Вот наш сценарий Они нихера не понимают Они берут Какие-то фразы Заученные То есть Зависит конечно Наверное От спонсора Который придет Если он приходит И говорит Пацаны Вот сценарий Что скажете Мы там Так вот Это звучит Тупо Это звучит Топорно Это звучит Как-то Неказисто И за это вообще Испанский стыд Вот так вот надо И они скажут Да Нам такое пойдет И вот Душеный сможет остаться Вот Потому что Спонсоры уже есть И если будет более глобальный О котором я говорю И он пойдет На такие уступки Я думаю Все получится так же Как и Вот До этого было Вас, Тарышков, Чича Уже подсиживает Новое поколение Молодых стримов Незаметно набирающие зрители С поколения Вконтакте Нолевых И Ютуба Их аудитория растет Ваши либо стагнируют Либо будет падать Или что-то кардинально не поменяется Что думаешь об этом Не боишься ли Вообще ничего не боюсь Я Не слежу Во-первых В основном Я твич открываю Смотрю и все Но за какими-то Конкретно стримерами Не слежу Что там кто набирает Почему нет Типа Почему нет Я играю в то Что мне нравится И У меня нету цели Как-то сидеть Так Как этого обогнать Блин Этот стрим Надо с ним В одно время стримить Это такая херня Все Типа Мне вообще пофигу То есть Я Делаю то Что мне По кайфу Мне Нравятся Определенные игры Мне нравятся Определенные новинки Вот Я не стараюсь Я не точусь к этому К стримингу Как к бизнесу Что типа Я должен стать Лидером этого бизнеса Я должен задавить Конкурентов И Ловить тренды Там Видосики Может на стримах Смотреть Блин Чуваки Это вообще Отстой полный Я Хочу Делать Вот что-то Что И мне нравится И вокруг чего Вот образуется Комьюнити Которому это тоже нравится И все Кто там Вот эти всякие Погони за трендами Мне вообще Просто Совершенно не близки Кто там Что делает И Где они еще набирают Я не знаю То есть Если у сегмента Будущее Да буду Будущее Есть конечно Так Это я Произносить не буду Потому что я Никогда так не говорил А то мне Потом вырежут Почему он это говорил Что ты ее так назвал Я в тот раз Написал Остроумный комментарий И я его забыл К сожалению Я естественно Так не говорил Но если человеку Показалось Знаете Что именно я так говорил Может говорил кто-то другой А может быть Как бы В реалиях Такого поведения Очень часто Это слышишь И уже запутался Кто черт возьми Это сказал Я Такого Не говорил Но В целом Она молодец Что Кому-то рассказывает Что я такое говорил Вот Андрюхи там Говорил это Но Я думаю Андрей серьезно К этому не относился Полоса доната Беззаявленной Цели на стриме Попрошайничество Тяжело сказать Ребята Беззаявленная Цель Возможно Возможно Ну понимаете У всех Разная ситуация Кто-то Блин Перебивается Вообще Там Без бабла Например И Типа Показывает Что чуваки Мне типа Хреново Мне очень На самом деле Не нравится Эта тема Потому что Я всегда Когда вижу Как Кто-то запускает Стримы У него там Донаты Там Типа На коляску На коляску Сыну Я блин думаю Ну пиздец Типа Мужик там На коляску Сына Собирают Думаю Но Не знаю Мне от этого Грустно становится Просто Даже не хочу Думать об этом Что ты Хотел изменить В Твиче Свои деятельности В себе В Твиче Не знаю Твич очень сильно Превращается В Ютуб Какой-то Я бы не хотел Наверное Что-то изменить В нем Конкретно Но я бы хотел Чтобы Твич Стал более Ламповый Как раньше Знаете Без всяких Этих Непонятных Контент Мейкеров Так скажем Не то чтобы Я кого-то выгоняю Но просто Как будто Ютуб Как он есть Просто переезжает На Твич И все И просто Начинается Какая-то Вакханалия Как-то Как-то раньше Ламповый было Что-ли Ну раньше Всегда Трава зеленее Была Так что Наверное Хер с ним Изменить Ничего не хотел В себе Поменять Очень многое Хочу Конечно Хочу быть Сдержанней Хочу быть Ну Есть вещи Которые Я не могу Изменить Например Я очень много Общаюсь С аудиторией И это Как бы Не дает Сделать Из меня Человека До которого Тяжело Достучаться И который Как бы Вот Типа Смотрите О Кекс Стримит И типа Я такой Раз Катаю Как многие Стримеры Стримят И у них Как-то Разрыв Большой Между Ими И аудиторией И в этом Огромное Количество Плюсов Огромное Количество Плюсов Вплоть до Каких-то Конфликтов Даже То есть Я вот Общаюсь С аудиторией Из-за этого У меня возникают Какие-то Непонятки С чуваком Каким-то Я ему говорю Ты че Он мне говорит Ты че такой И он как бы Он со мной Начинает бычить Как со своим Короче Корешем Из класса Да И из-за этого Возникает хейт Какой-то Потом А если человек Такой Вот как Шраут Например сидит Катает 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 Ни с кем Не разговаривает И сидит Еее Сеньки Фососап И сидит Катает Катает Показывает Скиллуху И все И он для всех О это Шраут И каждый Как бы Интерпретирует Его слова Как хочет И каждый Смотрит на него Как какого-то Вот Типа Персонажа Я бы Может быть Хотел попробовать В такой модели Вот Постримить Но я уже Прошел эту Черту Точку Невозврата Я уже стример Который общается Постоянно И мне В этом общении Надо научиться Хорошо Общаться Со всеми Людьми Потому что Люди Очень разнообразные У всех Что-то Своё в голове У некоторых Ничего в голове Нету Как у меня Наверное Вот И Хочется Стать умнее Просто Вот Наверное Наверное Так Подытожим Блин Че-то возьми Продувать Начало меня Сейчас Секунду Закрой окно Ты правда Начал Серьезно Играть в пуп Как ответ На троллинг Дотеров На твои стримы Обвиняешь Тебя в продажности Хотя Ты С самого начала Пуп Его Поносил Ну Это Вот Я раньше Про это Говорил То есть Человек Откуда Этот факт Что я Пуп Поносил Типа И так далее Объяснять Вот знаете Ладно Это подкаст Я объясню Один раз Многие люди Говорят Что я Пуп Поносил Говорил Что не буду В это Говно Играть И начал Играть Как троллинг Теория Просто На уровне Не знаю Фантастического Фильма Какого-то Вот Естественно Это все Неправда И естественно Я ничего Не поносил Объясню У кого Для тех У кого Возникла мысль Что Кто-то писал Кекс Ты же говорил Что не будешь Играть в пупк Так как он Будет продаваться За деньги Объясняю Я в пупк Играл В альфе В сырейшей Дерьмовейшей Вонючей Альфе Которая Была похожа На хизи Один Сука В один И говорил Что это За говно Потом бета Которая Мы Был стрим Мы играли с Ильей И типа Мне чувак в чате пишет Кекс А ты знал Что бета Будет стоить 30 долларов Я такой Че блин 30 долларов Я разочарован Это че за бред Продавать сырейшее Говно За 30 долларов Потом выходит В итоге игра Буквально через пару дней Она стоит 900 рублей И бета На уровень Ну Другая игра Вот прям на уровень Другая И стоит она 900 рублей А не 30 долларов Вот То есть человек Дизинфу кинул Я вот так отреагировал И люди прицепили Сказали Ты поносил пуп Ты не будешь В него играть Че блин Окей Вышла бета Она тоже Довольно скверная Я сыграл один стрим И не играл больше Потом Вышла сама игра Она тоже была Очень сырой Первый месяца Два Я сыграл вот Когда она вышла Поиграл на первом стриме Выиграл игры Две или три И не заходил Месяца два Но на нее Регулярно выпускали Патчи То есть патч 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 Я зашел И блин Прикольно Как бы Она стала Играбельной Она чем-то Начинает Похоже быть на арму Там траву добавили Если кто помнит Травы не было Она выглядела как говно Траву накатили Оптимизацию Начали накатывать Добавляли постоянно Что-то Там новое оружие Машины и так далее И все И как бы Ты начинаешь играть Но тут видно Что этот человек Я еще уверен Что это никакая не Инна С аватаркой мужика Что-то Вряд ли смотрит Мои стримы Вот Теперь места Это ясно Ну и понятно Почему Вопросы такие общие Теперь Так ты все же считаешь Что Арма Хизи Пук Фортнайт Бэйр Это тоже игра С точки зрения зрителя Нет Совершенно разные игры Все абсолютно Хизи это вообще Вакханалия Арма Это что-то ламповое Такое ползучее Что для определенной Прослойки людей Вообще топ контентом Является Пук Это нечто среднее Наверное уже Ну короче Это все Это все разное Все разное Рука Трампа Ни на что не повлияла Ну понятно Тут уже как бы рофты пошли Ой Старичков Понятно Короче ладно Понятно Короче пошли Какие-то Тролли Каких старичков О чем речь вообще Каких старичков Вот этот человек Явно меня не смотрит Вот явно Меня не смотрит Ладно Неприятность к ВЛГ Блин обидно Что ты Троллить Начал Последними вопросами Я бы тогда Полностью не читал Ну ладно Надеюсь я нормально На эти ответил вопросы То есть тут я как бы Еще мог подумать Что это серьезные вопросы Но после троллинга После троллинга Наверное уже Понятно что не серьезно было Так Все вопрос заканчивается Я так понял Что ты предпочтешь Повара Который великолепно готовит На только одно блюдо Разный соус Специи Это все равно Тоже продукт У повара Который всегда Экспериментирует Ищет новые сочетания Да не всегда Выходит вкусно Блин Как будто ресторатор Какой-то Не ну одно блюдо Это совсем Это что это На всю жизнь Или как Ну если на всю жизнь То лучше конечно Разный Так все Уже видимо Это вторая волна Знаете Со стрима Пошла Тут уже Не особо Серьезные вопросы Ну давайте Быстренько Тедальтоник Рерофл Ну немного Короче Некоторые цвета Не очень сильно вижу Мы на тесте Фортнайте На самом деле Увидели Что я не вижу Ламу На некоторых картинках Где купить Чувак Ну Настя Вопросы Где купил Рокбенд В магазине Когда ты убрал текст Донат со стрима Их количество Еско уменьшилось Так По поводу таких вопросов Когда люди думают Что у них есть Я не знаю Статистика Или у них Настолько Они сидят Вот чувак Покажи мне в блокноте Где сколько было донатов Тогда будем разговаривать Потому что Я не то чтобы Не хочу отвечать На этот вопрос Или еще что-то Но люди очень любят Знаете Свои домыслы За конечный факт Выдавать Просто Кирилл Количество донатов Резко уменьшилось Когда ты убрал текст Во-первых У меня донатов Никогда не было много Никогда Никогда Вот Во-первых Во-вторых Никакого резкого Уменьшения Уменьшения Их тоже Не было Совершенно Вот В-третьих Убрал Звук я Для того Чтобы людям Было приятнее смотреть Чтобы не было читки Я собака Ты собак Он собака Я просто убрал Чтобы людям Людей Как бы Не мешало Но всегда Меня напрягает Немного Когда человек Такой Кирилл Я тут пришел Знаешь У тебя как бы Что-то все плохо стало Да Я заметил А вот Донатов мало стало Я еще Вот Я Откуда у тебя Эта инфа Откуда вообще Охренеть У меня апрель Рекордный месяц Вообще По донатам Охренеть У меня У меня 10 тысяч В месяц Обычно бывает Но тут Ван Дам Надонатил Ёб твою медь Ну Январь Там типа Праздники были Видимо Охренеть Мне столько Донатили Серьезно Жесть Я даже Не обратил Внимание Ну я просто Не помню уже Ну там Под новый год Я помню Да-да-да Там что-то Раздонатились Не знаю Чувак Что стало меньше Ты наверное думаешь Что тут обычно У меня сотки Вообще Без поддержки Топовых донатеров Это типа G Рефрешинг Ну рефрешинг пропал уже Но я знаю Что он где-то рядом Вот Ван Дам И многих 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 У меня в среднем Ну там 10 тысяч рублей Донат Всегда было Всю дорогу Я никогда не был Человеком Которому дохера Донатит И мой зритель Который давно Меня смотрит Наверное Я там в курсе Потому что Периодически Возникает этот вопрос И я всегда На него отвечаю Но вот сейчас Будет это Вэнафаки Даже топовые Зарубежные стримеры Так не поступают И не просто так Тоже опять Аналитика Топовые Зарубежные стримы Так не поступают Хотя что-то У Лирика У Саммита Я не помню Что бы донат Читался У Ниндзя Ну ладно Хорошо 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 У Ильи Свои тарваны В долге И доходы Так На Илью Мы перепрыгнули Зачем ты за ним Повторяешь Так Я должен уметь Грамотно Ответить На такие вопросы Отвечать Значит так Другой друг Артур Не знал Что у Ильи Донаты Не читаются Но по-моему У него Они читаются От 500 рублей Если я ничего не путаю Или что-то такое Может быть Не читаются Но Бога ради Даже не думал Повторять За Ильей Отключение Звука На донате Не знаю С чего у тебя Взялась такая мысль В голове В пик Криптовхайта Много твоих Самбов Угурали По крипте Постоянно писали Об этом в чате Даже захватили Твой телеграм Что удержало Тебя от вложений Что думаешь Об этом сейчас Опыт мой Удержал от вложения Потому что Чтобы Чем-то заниматься Чтобы в чем-то Преуспеть Надо Не левой рукой Вот этим делом Заниматься А правой Типа Другим делом Надо брать Быка за рога Двумя руками И душить Короче Рога Ну Не рога душить А потом шею Короче Надо этим делом Заниматься Разбираться И тогда ты преуспеешь В нем Просто сидеть Одной рукой Стримить Второй там Блин Поддувать Короче Свою ферму Это полное Дерьмо Короче И В крипту Тоже покупать Крипту Надо разобраться В рынке Посмотреть Что как Кто куда И Вот Мне нравится Стримить Я Лучше постримю Почему Почему Райзен Потому что Вот так Возвращение Варм Возвращение Варм Точно Не будет Когда Больше Раз Думаю Надо будет Поиграть Как Стримфест Выбрать Недельку С Настей Познакомиться Рассказал Иногда Не катаешь В Rainbow Six Ну потому что Зрителям Она неинтересна А мне Одному Она тем более Неинтересна Из моей компании Никто в нее не играет Хочу посмотреть Хочу записи Историю Про оранжевую ручку Чтобы можно было Переслушать Когда захочется Хорошо История Про оранжевую ручку В первых В первом Втором Классе Я учился Очень далеко От дома И мне Родители Давали деньги На такси Чтобы я Тут доезжал Как-то раз Зимой Мне мама Как сейчас Помню Дала 15 рублей На такси Ну и мы После школы Вышли Типа я Там У киоска Что-то С одноклассниками Потупили Я увидел На витрине Типа оранжевую ручку Она была Очень красивая И мне Очень захотелось Купить А я парень Как бы Сообразительный Был даже В первом классе Хотя конечно Сейчас Просто я Ну ладно Позже В моем шоке Я купил Она стоила 12 рублей Или 8 рублей Короче Мне на такси Не хватало Больше Я думал Что я пешком Нойду Какие же Маленькие У меня были Ножки Как потом Я понял Через много Много лет Что Вот эта дорога Которую Сейчас я В Озерске Наверное Прошел бы Минут за 40 Наверное Наверное Да Минут за 40 То есть Кто из Озерска Если будет смотреть От монтажников Я жил на монтажников 54 Пройти До 15 микрорайона И Обойти озеро И там школа была То есть Она короче Была Около бассейна Вот Около дельфина Вот И Я короче Пошел домой Была зима Я иду Еле-еле Короче Уже Смеркается Смотрю Полицейский Милиционер Стоит На Перекрестке Мне что-то Взголову Сбрендило Я думаю Да я обойду его Короче Думаю Почему Я не знаю Я короче А там Дорога Вот так вот И тут все В сугробах Знаете Ну место где Никто не ходит Где машины не ездят Там нету ничего Я такой Через сугробы Весь этот сугроб Только минут 20 Наверное Меня занял Обошел Пошел дальше И короче Я иду Иду Уже темно Становится Ну зимой Раньше еще темнеет Уже темно Становится Я уже не знаю В принципе Я больше половины Пути уже прошел Но я такой думаю Нет Все Я уже Уже далеко Уже поздно Я начал машину ловить А я был в первом классе Чуваки Первый класс Я ловлю машину Останавливается Какой-то дядька Я ему говорю Я живу Монтажников В 54 Типа Он меня довозит Я захожу домой Просто Мама в шоке Папа в шоке Че Ты где был Какого хера Я такой Я ручку купил Ой Блин Я как сейчас представляю У меня просто Сердце останавливается Что думали родители В этот момент Просто Причем меня подвез Мужик какой-то Просто Дай ему бог здоровья Я Ну вы сами понимаете Вообще Все вот эти моменты Которые Типа Так скажем На тоненького Машину Первоклашка Ловит Садится Едет Родители Сидят Ни сотовых Ничего не было Сидят дома Уже темно А ребенка Нету Из школы Уже темно Уже 6 вечера Ребенка нету Короче Такая история Как ты набрал массу Ну Когда мы с Настей Съехались Она По привычке своей Гастритовская Так скажем Очень много Пепси Покупала из соков Поэтому Я вот на них Отожрался То есть я когда ем Я не жирею Вот Но На ее Постоянных соках Вот этих Короче Отожрался А что-то сбрасывать Не торопился Но сейчас думаю Буду сбрасывать От груди давно не жал Вообще И не приседал То есть я сейчас В зал хожу Чисто Короче Физкультура Блин ГТРП Бьюти Блок Отвечали Весишь Отвечал Короче стримов с Настей Пока наверное нету По поводу схода к Питере Говорил Правда ли что Одновременно В серьезе Абстрагируется Какой-либо критике По желанию В дальнейшем Нету критики По желанию Пока что Пока что Критика заканчивается На том что Мне надоел Фортнайт Мне не нравится Файнал фэнтези Все Вот это вся критика Чуваки Но это не критика Критика Когда человек заходит И говорит Кирилл Типа Ты приятный парень Но Какого хера Ты допустим Загрелся на этого Валеру Ты понимаешь Что я пришел с работы Мне типа Срать на то Что там этот дебил Написал Забань его молча Не реагируй Тогда Ты станешь лучше Вот это критика Или например Кирилл Ты на стриме сидишь В носу ковыряешься Я все понимаю Конечно Но Бывает Как бы необходимость Но ты же понимаешь Что ты Вип-камеру Как бы на тебя смотрят Не ковыряйся в носу Это неправильно Вот Когда люди заходят Пишут Меня заебал Фортнайт Мне надоел Пупк Опять унылая арма Это не критика Дорогие друзья Это нытье Нытье не приветствуется От этого я хочу абстрагироваться Потому что это портит мне Настроение Я потому что настроился Мне нравится Фортнайт Я настроился Думаю сегодня Фортнайт покатаю Захожу в группу Один ноет Второй ноет Третий ноет Я пишу Пацаны Стоп нытье Мне пишут Это критика Че такого Бляха муха Я по 20 сообщений Этой критики читаю Где все просто Одно и то же пишут Что им что-то надоело Понимаете ребят Я один Вот И с этим Как-то надо работать Либо чтобы модератор Это удалял Я этого не видел Вот Либо просто Ну Ужесточить Ну правило в группе Что людей просто Тайм аутить Ну там на неделю На месяц Но они просто Обижаться будут Тоже проблема Короче Вот по поводу критики Че я могу сказать Когда люди перестанут смотреть И играть в фортнайт Пока его не смотрят И не играют Твой идеальный батлройл Это арма без багов И с быстрым заходом в игру Когда раз с густком Мафия свет Ой все Это уже было Ооо Конец Найс История Аова Рассказал сегодня Будет ли сайт С обсуждением Рецензиями Блин Именно сайт Это прикольная тема Но я думаю Стоит начать с документа Надо все таки сделать Думаешь ли ты Об иммиграции В другие страны Что вообще думаешь об этом Я не знаю Я думаю Только слепой и глухой В наше время Не задумывается Об иммиграции В другие страны Я думаю Каждый об этом думает Думает У меня пока Никакой возможности И желания пока нет У меня вся родня Тут и так далее Когда будет Жопа Муги Не добавляют ее Чем планирую заниматься После того Как закончить стримы В далеком будущем Ребята Никто из нас Ничем не планирует Вы знаете Даже кто в банке Работает Че он планирует Что он будет Через 20 лет Тоже в банке работать Хер его знает Думаешь ли ты Что твич Ждет такая же судьба Как ютуб То есть переполнен С контент мейкерами Стагнации Пранки Сто слоев скотча Пранки Сто слоев скотча Там сейчас реакции В топе Они реакции Уже Перебрались на твич Сейчас на твич Сидят и реагируют Надеюсь Что такого не произойдет Все таки Твич Это лайв контент Это контент Именно на долгие часы И постоянно Допустим Если человек 8 часов стримит То есть придет Какой нибудь Знаменитый ютубер Который делает Мега качественный контент По сценарию Тарабанит 20 минут И потом Такой значит Монтирует Выпускает ролик Если такой человек Придет на твич И действительно У него будет Подвешенный язык Он будет проводить Интересные стримы Здорово Здорово Он только придет В свою аудиторию Но большинство Я думаю Не будут заниматься Стримами Вот по этим причинам Потому что Все таки на стриме Долгое время Надо что-то говорить Что-то рассказывать Как-то вести Трансляцию Целые 8 Ну не 8 6 пусть часов Вот И Многие просто Поленятся Наверное Таким заниматься Но есть уже Первые звоночки Да На твиче Ну я думаю Это Ненадолго Видосик кончится Вот Ну что Я считаю Что Я максимально искренне Чуваки Отвечал на все вопросы Надеюсь Доступно Надеюсь Понятно Надеюсь Каждый из вас Для себя Смог Как бы Найти Ответ На какой-то Может быть Вопрос Может даже Какого Которого Здесь не было Спасибо большое За то Что Смотрели подкаст Сейчас его Поставлю Завелять на ютуб Счастья здоровья Ребят Не будьте Злыми Не будьте Такими Злыми Вот Как бы Вспомните Все что я говорил Еще раз Потому что Я очень сильно Растянул Конечно Как обычно Но Постарался Максимально подробно Ребят Всем спасибо Всех целую Всех люблю Особенно старичков Вот Не знаю Кто там Чего обижается Ребята Но Знаете Если вы где-то За спиной Обижаетесь И кому-то Жалуетесь То наверное Я Об этом Вряд ли услышу Вот Все Спасибо большое За просмотр Дай вам бог Здоровья Ребят Дай вам бог Мотивации Для занятия Своими делами Какими-то Может быть Работой Учебой Или же Стать лучшим Работником В тюрьме Все Ребят Спасибо большое За просмотр Еще раз Благодарю